Мы закончили на том, что два бравых существа добрались в город Кейр, Кёник. К слову, я забыл, но вы получите по вдохновению за ваш отличный отыгрыш. Спасибо. Спасибо. Вы подходите к таверне, на которой вам пальцем указал прохожий, назвав её рыгаловкой. Оттуда доносятся весёлые крики, пьяный хохот и ни одного звука музыки. Я добавил. Что же вы делаете? Так, ну... Ё, мы туда не пойдём. Ну, ты как хочешь, а я, это самое, мне надо успокоиться. Так давай успокоим твои буйные нервы в другом месте. Тут, прохоже говоря, это ещё одно заведение. Рэдча не устраивает, и он показывает, я так предлагаю, на разваливающийся нахер кто-то хипару. Вполне отличный дом, засыпанный снегом. Рэдча не устраивает. Во-первых, снег на подходе. Много следов. Оставим наши следы. Я бы предпочёл запутаться в городе. Эээ... Что это изменит, Малый? Ну... По крайней мере, нас будет труднее найти. Хотя... По твоему, не нас можно выследить за пару миль. А тебя никто не ищет? Нет. Ну, мне тебе жаль. Знаешь, так ещё раз осматриваясь. Мы сейчас находимся... Я так полагаю, это рыночная площадь или что это? Да, ну вы стоите возле таверны. Здесь очень мало людей, только оставшиеся от них следы на снегу. И напротив, благодаря своему темному зрению, сейчас как раз... Не так темно. Ты видишь на другой стороне улицы таверну. Вон туда бы я сходил. Эээ... Посеял двор скорее. Ну... Ну ладно, пошли туда. Мне без разницы, где нажраться. Дверь из таверны резко открывается. И Йорк просто... Боковым взглядом замечает, Как там весело стучат кружки. Эль льётся рекой. И несколько пьяных мужланов борются на руках. Ну что, пошли. Я полагаю, дверь открылась в той самой рыгаловке, да? Из рыгаловки. Мы туда не пойдём. Если хочешь, конечно, пропасть в этом богом забытом городишке И решиться своей цели, Возможно, последних денег и крупицы того ума, что я сберёг, Пожалуйста, иди. Нажрись и умри где-нибудь в канаве. Ну-ка, скорее здесь замёрзнуть насмерть. Ножом в брюхе. Я, пожалуй, пойду вон в тот постоялый двор ли? Эх, как это называется у вас? Ну, чёрт его знает. Что ж, двигаюсь, постоялый двор напротив. Эй, ну подожди меня, не обижайся, чё ли? Ну, короче, ёхт, идёт за ним. Угу. Завтра просто захлопывается дверь от такого же сквозняка. Переходя через улицу, вы подходите к таверне, специалому двору. Ведь нет, это место, где должна быть то ли вывеска, то ли фонарь. Оно пустует. Изнутри доносится приятный запах жареного мяса и тепло. Что ж, натянув маску ещё повыше, и спустив капюшон практически до глаз, проверив перчатки и всё своё обмундирование. Йорк, прошу, ты первый. Что ж, ну, Йорк проходит, так, какой-нибудь стойка там, есть что-нибудь такое, типа, ресепшн. Да, ты подходишь к двери, везде есть подбросок ловкости. Кипать, я так и знал. Я так и знал. По отношению к двору. Отлично. Ты наступаешь на колючку, тебе прокол от сапог, ты получаешь одну единицу колючего урона. Чё за фигня? Ты просто понимаешь, что в снегу кто-то раскидал ловушки, шипы. Вот почему я всегда прошу кого-то идти вперёд меня. Хм, всегда помогает. Что ж, Роллен, в принципе, смотрит на снег. И, знаешь, доставая, опять же, из своего колчана просто лопату. Знаешь, проходя, просто разгребаю дорогу вперед себя. Ты откидываешь несколько иголок, подходишь к двери, там уже более-менее чисто. Вот мой совет, Йорк. Смотри под ноги и никому не доверяй. Наверное, это конкуренты из прыгаловки. Сразу видно, что у них дела лучше идут. Ну, если так, то здесь, скорее всего, клиенты на вес золота. Хм. Возможно, они даже закроют глаза. А, неважно. Знаешь, он так проходит, в принципе. А, подожди, а там есть эти следы вообще, ну, соотношения? Несколько. Ну, мало, да? Да. Намного меньше, чем возле таверны. Возле рыкаловки. Что ж, перед тем, как подойти к двери, перед тем, как подойти к двери, я бы осмотрел её. Знаешь, обычно дверями что-то вешают, чтобы ударило по голове, если кто-то войдёт. Обычная, плотная, деревянная дверь. Никакой опасности ты не чувствуешь. Отлично. Знаешь, хватаюсь за дверь и, в принципе, открываю её. Да. Внутри вдумает холодный ветер. Просто задевает твои длинные, длинную одежду. Внутри ты видишь длинный стол. Точнее, два длинных стола с длинными табуретками. Постерине стоит костёр, в котором на вертеле что-то сжарится. Молодая девушка с русыми волосами, волосами, что-то убирает со стола. Перед тем, как войти, в принципе, настукиваю ноги от снега косяк и, знаешь, как уже буквально затаскиваю за собой низкого и вонючего дворфа, захожу внутрь. Девушка, не замечая вас, бежит просто куда-то за дверь, закрывая за собой. Здравствуйте. Не нравится мне здесь. Как ваше ничего. Сейчас вы сами в комнате. В том-то и дело, мы одни. Самое, давай ещё зовём кого-нибудь там. Спросим вообще, что по цену там. Кстати, у меня нет денег. Так что, ну, я тут планировал поработать, все фигня, ну, сам понимаешь. Знаешь, Ролин, в принципе, уже начал стягивать одну из перчаток, потом остерёгся, после слов, что у тебя нет денег. Я спасал задницу нищего дворфа. Ты видишь, он просто протирает лицо в этой вот как раз бандане во всём. А что скажут мне предки? Ай. Лос, наверное, в ярости. Эй, чё ты там шепчешь, ты? Ты будешь чё-нибудь про плитков, да? Да они тебя укропили заживо, если бы узнаешь, что ты по поверхности разгуливаешь. Есть в этом заведении кто живой. Негоже гостей одних оставлять. На уши крик из-под барной стойки выглядывает девушка. У неё русые волосы, прямой взгляд, голубые глаза. Она одета в тёплые одежды. Ты понимаешь, что она заспанная. Она подтягивается и смотрит на вас. Что вы здесь забыли? Вы кто вообще? Я пинаю Йорга, чтобы он говорил. А, думает, самое, клиенты. Клиенты? Да. В нашем-то городе? Если вы пришли, нас грабит, а нас ничего уже нет. А это я и так заметил. Мой порядочный. Я, по крайней мере, порядочный дворф. За этого я не скажу. О, дворфа порядочная. Да я одного знал, у нас символ украл. Вот пара героев пошли его искать. А вы... Кто вообще такие? Ты дворф вообще не по сезону одет? Где твоя тёплая одежда? А этот длинный, укутанный, не знаю что. А, я тут смотрю у вас с клиентами не очень, да? А с чем это связано? А, ты что, глупый? Ты как сюда попал? Долина как два года уже закрыта. Прошу простить моего несмышленого друга. Ему мозги отморозило. Поэтому всю тёплую одежду я забрал себе. Меня зовут... Литрик. А это... Знаешь, показываю рукой на Йорга в ожидании того, что он продолжит. Б... Боерн. Э? Боерн я. Ну, приятно, наверное, познакомиться. Так что вы хотите? Если хотите комнату, еду, у нас есть. Ну, я бы хотел выпить. Но, сразу скажу, денег нет, но я могу отработать. Или даже у меня есть предложение получше. Такое, как сказать, бизнесовое, да. Я засплюсь-то долгую жизнь. Так уж случилось. Неплохо таки научился варить пиво. Я предлагаю вам себя в качестве консультанта по пивоварению, чтобы приготовить вам первую парту, чтобы пробовать, так сказать. Если вам... Хватит, молоти, чушь. Мне эти дворфийские песни вот здесь, оно оказывает по горло. Если ты хочешь нажирать, идти в обрыгаловку. У нас здесь обычная еда и тёплая постель. Если её так можно назвать. И шипы перед входом. Шипы? Да, я, вон, видишь, такой... Два поднимает ногу, типа. Хрень, вопила, чуть ногу не провязала. Скорее... Это не моя проблема. Скорее всего, несколько рогатых, шерстяных придурков расставили ловушки, пытаясь словить грабителя. А мы подумали, что у вас клиентов вану. Да нет. Один уже знакомый порвался, вон лежит, хромает в кровати. Говорит, мы виноваты, бла-бла-бла. Да чёрт из-за два. Надо под ноги смотреть и бухать меньше. А где вот? Я могу подлечить, знаете, я в свой водоцедитель. Она указывает на открытую комнату. Хорошо, спасибо. Ну, я так походит. Когда Йорк уходит, Ролин, он стоял выдержанно, пытаясь не подавать виду. Теперь он чуть-чуть расслабился. И его взгляд как раз пристально уперся в русскую девушку перед ним. Почему комнаты? Ну, дети золотых. Она обокачивается локтём на прилавку и смотрит на тебя презрительно. Ну, а не презрительно, а изучающе. Грабёж. Ладно. Где наша, не пропадала. За еду сколько? Еда включена. А это на один день? Десять золотых-то? Ну, да. Там посмотрим. Плохо, видать, у вас бизнес идёт, раз такие цены. Но это не моя дело. Что ж, в принципе, подхожу и собираюсь оплачивать, пока Йорк там чем-то занимается. Хорошо. То есть, Найорк, ты заходишь, видишь там мужика, от него просто разит выпивкой. У него снят башмак и перемотана нога. Ну, Йорк только подходит. Эй, мужик, мужик! Слышь, просто невнятное бормотание и всё. Что ж такое-то, ух! За что? За что такая хрень? Что ж, в таком случае... Пойду. Надо повести пациентов чувства. Йорк использует малое восстановление. На чуваке. Ты видишь, как у него просто на эмоциях была застывшая боль. Ну, его облегчает, им становится легче. Эй, мужик! Теперь ты слышишь храп. Что ж, ладно. Ну, короче, Йорк пытается распихать его так вот. Да? Ты будешь его, он... Чуть ли не падает с кровати, когда замечает тебя. А! Чего это? Где это я? Мужик, мужик, тебе всё в порядке. Ты... В альтергантовке. Тебе кажется, это ты чё-то травмировался, да? Чё, как сильно болит, вообще-то. Что болит? Дай-ка я вспомнил. Какой-то демон, красные глаза, гнался за мной, потом... Потом ничего не помню. Как здесь показался? Ну, это у хозяйки спросил. То есть... Моё дело... Так считай, сделают. И... Хилинг Волт. ВОРД! ПРВШНИК! ВОЛ! ПРВШНИК! и соединим сапогом дальше идет какой сапог он смотрит свою ногу на тебя ты что сапог мы украл ну не знаю слухи ходит что двор вы тут ворует он у старого знакомого целый мешок драгоценных камней сперли out 2 спроси кори она все знает ну вон он указывает заборную стойку собственно вы подходите кори ну что там закончил свое врачевание починил деньги взял если будешь делать все за бесплатно рано или поздно умрешь 10 монет верно и у вас то что-то украли да украли вот только 2 точнее четверо ребят пошли на поиски то есть 10 монет за ночь в заведении где чувствуют вора просто без пардона перебивать этот мужик обращаясь кори эй подруга слышь там это лузи говорит собирается уезжать как бы есть парочка смелых ребятишек она готова заплатить вот я тоже ты просила передал к слову там бреншандр говорят тоже помощь нужна прикинь кто-то и в стены сломал монстры людей пожирает в общем я тоже поеду кори ему отвечают что ты поедешь даже топор поднять не можешь куда ты поедешь но что мужик просто кривится такой то до чего ты знаешь дай мне лучше он сапог бесплатно за что бесплатно ты ж валялась и тут у нас комнату занимал тебе еще и сапог провали отсюда пьяница отмахивается рукой просто ходит к двери ну да и все мужик а иди ты я так понимаю вас зовут кори верно меня да я кори вы что-то хотели еще одну комнату снять одну комнату хотел снять но теперь уже сомневаюсь караванка на то у вас ходит верно а куда он движется знакомая моя бреншандр собралась дом продала сестру забирает понятно но кстати там не нужен нет жить в такой помойке я пожалуй откажусь вы не подскажете а где тут что заводе магазины снаряжения для снаряжения экспедиции да там вроде за проблем а чего ты про замороженной экспедиции есть нас такой магазинчик но вон напротив пойдете по улице на краешке стоит отлично ну это все по ролу я так понимаю ты становишься да я пожалуй пойду у тебя денег нет спокойно и деловое предложение если тебя там кто-то начнет бить и не дай бог ты скажешь мое имя я клянусь знаешь так он наклоняется к тебе чуть пониже я вырежу всю твою семью а тебя оставлю одного по шею в снегу какие хорошие у тебя шутки я знаю у меня всегда было хорошее чувство юмора йорк короче выходит идет к регаловке уже отогрев пока с ним у меня тут есть срочный план по закупкам я пока сформирую собственно да ты доходишь до регаловки дверь приглашающая просто отворяется перед тобой за сквозняка йорк заходит там просто стучат бокалы деревянные люди дворфы распевает несколько столов на которых борется в арморестлинг ну и длиннющая барная стойка за которой уже несколько пьяниц просто заснули за ней стоит человек ну йорк короче так проходит уворачиваясь от летящего всякого барахла тебя вообще никто не замечает просто игнорирует даже и да забавный стойки не человек а полу эль перепутал о отцу менять ну йорк короче такое подходит здорово здравствуй друг двор ты из долины да нет с юга я пришел давно давдейка тут не бывал он поворачивается к тебе лицом такой оглядывать тебя юга пришел как будто втираешь ты что пьяный сейчас не придет таким стать а ну раз так то вообще проблем нет он стоит перед тобой пинту 5 серебряных подальше йох такой берет пинту нос бухкал болеть и нюхает такое так что я могу сказать поэтому нет в артийском этим но когда ты берешь этот полуэльф кладет на горлышко руку говорит деньги вперед я не пить подожди а мне не интересует можешь нюхать можешь хоть в общем деньги вперед резкое движение просто отдирает этот бокал смысле не все хорошо ну я прибыл сюда на легкие думаю по мне заметно мало ли он наконец к тебе ближе оплатит ты чем собрался ну я могу работать а еще зайки неплохой повар и кое-что понимаю я могу попробовать улучшить качество вашей выпивки тогда иди в дарину дворфов мне выпекут туда привозят все здесь там ничего не делаю и чтоб дурак и только разливаю так что эта помощь не нужна подожди именно ты по ходу дурак потому что ты платишь производителя ага и чего это буду делать хоть вокруг видишь одно дерево которое растет здесь или кусть с ягодами круглая зима ночью и днем здесь ничего не растет едим одну рыбу послушай сюда мой бизнес как лишь просветает поэтому ничего мять я не собираюсь пока она идет я буду давить его до конца а потом мне уже будет не интересно не бизнес ничего да и к тому же если кто-то сможет нас это всего на будет руками всю таверну упал избавить я просто чирам собачьим отсюда унесу ноги злой ты человек йорк так короче разворачивается идет на выход но проходя проходя к выходу он замечает и так полагаю боящихся да так ну йорк короче подходит нас уже сидят два дворфа они захватились на руках над ними стоит два человека и что-то бормоч между собой йорк подходит такой здорово мужики как ты подходишь один из варф отвлекается второй обвалит его я отвлекся да мне плевать и что начинает собачиться и обращаются два человека здравствуй ты тоже решил сыграть ну кто на пиво кто на дом кто на деньги кто на вещи и что оба человека где ты мешковый мешковину одежду по ним непонятно сильные они слабые что как насчет это самое скидки для новичка какой еще скидки если хочешь гаджи камеру и ставку джетельменский победите бенске средование с вашим лучшим бойцом так сказать просто для тренировку я думаю ему понравится пиковку он бы казарка с дорога билет для тренировки какой-то дворфе ему так не интересен а а вот если ты поставишь свой посох мы подумаем нет это правда и ну а что еще цену у тебя есть ну могу рюкзак 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 сумочку пока ты его держишь в руках ну ладно посмотри он так оценивает ну три кружки эля ну это неплохое предложение но я бы пошел золотые хорошо одну золотую что ж давай станку ну давай ну ёрк хорошо подходит так отостает пеньку практически не приседая потому что он не особо высокий его рост такой упирается давай давай свою руку ну подходит тебя садится молчаливый пацан ты понимаешь что он задавать тебя больше он задирает рукав и ты видишь там настолько накаченные мышцы что мне могут поднять тебя просто за штирку одной рукой он кладет на стол одну золотую ну давай давай я тебе покажу что такое сила тлафа вы хватаетесь начинаетесь бороться кидай мне атлетику мммм брах как это происходит ну он такой сначала нажимает на меня такой и потом в последний момент ёхт принимает применять коровой коронный прием своего деда отпускают руку она просто как бы отпускает ее прямо к земле и резко хватает его лапу и просто свалит ого не звонят банк предлагаю кредит он такой смотрит у тебя он даже за стол пытаюсь его перекинуть но второе восстанавливает и потише а честно выиграл такой здоровый оселёнок 5 и это ваш лучший боец ну заражаться за одну золотую никто не захочет так что значит другое предложение оставь свой посох и рюкзак а мы тебе он роется себя в сумке ты видишь что она маленькая но он туда достает меч в ножнах и кладет на стол ну и шо за хрень ты мне втюгаешься думаешь я не отлечу парашу видимо нет можешь взглянуть так хочу попробовать посмотреть ночью магическое как магии хорошо кидай ты замечаешь какие-то руны на мече больше ты ничего не понимаешь ну не выглядит равноценно этот меч я выкопал из-под снега недалеко от пирамиды кельвина так что если тебя на интересе но уже сыграть а я не могу я не узнаю вообще работу нет ты не кузнец не может снаряжение там знакомые нет нет не мужик это че ищу я я готов сыграть еще раз на эту золотую монету в рюкзак против нашего меча давай в стола не мешай нам ну ладно короче ее встает поехивается плюет а у вас и выходит из талина хорошо тем временем ролин роли роли на руке роли микрофон что ж все не еще не пришел арсений арсений микрофон арсений давайте просто дрей побыстрее тогда закончим андрей куда ты идешь тирк хороший вопрос ну я пойду я иду в магазин на сражении да ты приходишь киата встречает человек посидит нас за столом в кресле за столом а а кто это не вижу ближе подойти его подходит а дворф от этого сеток полагаю возможно а ты кто такой я меня зовут йорк я из есть это из клана черного молота он чешет репу черный молот разве уже не были у меня хороший вопрос скорее всего это был мой сын сын дворков сыны бывают да представляешь себе ну ладно ты ты хочешь в общем то я сюда зашел как раз чтобы просить ты не знаешь куда отправилась экспедиция какая экспедиция мелким 2 ну к тебе должны были заходить толпа отбор ну да были скупили мне снаряжение на гору и собрались ну я ему продал дальше они пошли куда-то ты про пирамиду кельвина но пирамида кельвина другая какая-то гора не то что главное что расплатили синие золотыми а не помнишь что точнее куда они направились а хрен его знает это было года два назад и что каждого дворф должен помнить помнишь и черный молот помнишь что заплатили все они ничего после себя не оставляли там может кому-то что-то передавали может и видел кого-то из лес и с кем они разговаривали он сдирают просто себя покрывала ты что видишь находить могу ноги уже стоять как отмерзли этот помощник есть он все решает хорошо извиняй за нечете помочь не могу если хочешь чего-то купить эти продам подожди будет кстати об этом я своего рода плач могу глянуть твои ноги вдруг все получится починить а ноги говорю могу попробовать починить починить и тебе что лодка какая или что на вылечить ну попробуй йог такой подходит за прималок заходит ну пока показывай что штаны перед тобой снимать или что я не могу уличить не видя чуничий он стягивает и где-то до половины когда достают руки ты видишь что ноги про лопасти стали цвета будто бы льет синий как не знаю что ну вот так попытаться примите все насколько все плохо ну уходите сможем он их не чувствует скорее всего он парализован ниже пояса я то что-то могу с этим сделать надо больше восстановление ну чего там боюсь моих сил не хватит ну так чего ты не развалялась здесь что поможешь вылечешь говорю покупай его не по-хорошему если тебе вообще интересно говорят нас дворф вырывали что-то несколько новоприбывших вчера отправили за ними не то что что рассказали то и пересказываю в общем жди их после я на дворе если они не умрут вернуться туда потому что ты награда и прочая фигня поговоришь с ними они кстати кажется к пирамиде тоже шли я не знаю в общем а и это когда сил наберешься возвращайся я это никуда не уведу да удачи дворф чёрного молота ёлка выходит чешет ну отлично ну тёрных идешь постояла двор и ждать ну наверно я блять буду это самое как истинный волшебник я короче зайду так так это около подойду а это ж как галовки сяду короче создавляю в хижину и так это кемарнул часик на морозе ролин 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 простите тебя оставить для одного в сделан дворе прекрасными девушками прекрасная но не уже ролин бы знаешь еще раз осмотрел все это заведение у вас здесь воруют гуляет ветер недалеко питей на заведение которое всеми внутрь головкой я бы сказал не лучшее место для проживания но все равно цены у вас высоки можно ли как-то повлиять на их спад ну пока ты нас живешь все хорошо как закончится деньги так и будем думать если тебе нужны деньги я же говорю знакомые собираются бренд шандер 50 золотых для за защиту завтра как на ними будет сияние она будет ждать возле замороженной экспедиции еще ты сказала что у вас здесь приезжие появились те кто отправились за тем вором верно да проклятый двор выглядит какая группа я говорю 4 существ и всех так можно назвать странные все одного глаза светится другого рок куча два других шерстью покрытые и морды вытянули как у зверей если ты их увидишь точно не пропустишь не сведи богини чтобы их увидел и сколько им полагается за возвращение вора или того что он украл две матрики эля я уже говорю денег нет вон ребята даже припасы нам привезли моим бесплатно разрешили разместиться понятно и в общем часто путешествует по долине хорошо если это надо можешь их спросить спрошу и да знаешь так протягиваю 10 монет вот за комнату желающий заплатил ну я сейчас как раз заплатил сейчас только я списываю себя деньги да да можно взять ту где марок сидел а другой нет почище там на углу да нет в общем я же говорю четыре комнаты бережем для этих новоприбывших обещание есть обещание речи там не найдут кого-то нового то двиняй прежде выгнать деньги хотя бы вернешь нет бери свободно и знаешь ты кто же посмеивайся и в ответ а то только пару минут лежал полчаса и часа что же говорится заходя туда быстро все осматриваю нет любви целью закрывать есть ничейный ботинок продам эта комната к 10 до 10 там стоит впритык стенки кровать и все окно есть нет отлично и я пожалуй бы отправился как раз в замороженную экспедицию ты идешь туда находишь слышишь храп я полагаю дверь не закрыта заходя внутрь уже знаешь и опять же обстукивая сапоги я порог осматриваюсь да ты видишь здесь несколько стеллажи шкафов они просто завалены вещами рюкзаки висят на стенах если как копий снегоступы шипы для ботинков всего этого здесь нет только ваши такие вот как будто бы тени от предметов стались а здесь клиент а пойти ближе не вижу даже подходя ближе уже осматриваюсь там есть карта нет у вас карты есть лист бумаги подойдет сам нарисуешь тут же давай белотой давай дорого даже сады чего хотел почем снегоступы если не ошибаюсь закончились вот перед тобой четверо забрали снегоступы на почему я такой удачливая ладно это за сколько возьмешь просто узнаешь что стягивал как раз рюкзака шкуру так дай в руки я уже ему на стол рассматривать ее внимательно берет лупу как ты и так аккуратно снял инструменты у меня особые я может я своровал он глядывается в тебя будто бы смотря насквозь если хочешь ее купить покупай не хочешь я пойду к другому торговцу уж поверь на такой хорошими такой хороший товар найдется свой купец а найдется от правда на не высушена сгнете может скоро 20 золотых хорошо сойдемся на 20 золотых отлично он роется штукатулках стола камнем возьмешь камнем ну давай посмотрим на твой камень надо считать тебя красный камень ну его возьму и я бы хотел покрутить осмотреть и в целом насколько я помню как раз у дроу ценятся и золото и камни поэтому я мог вполне себе видите их уметь их оценивать ну хотя бы условно там хорошо анализ анализ хорошо сейчас успешный человек и считает что камни стоит примерно 20 золотых даже чуточку больше хорошо пойдет только учти если попытался меня обмануть мне очень хорошая память на лица а у меня тоже хороший память на лица масочку то с ними как зовут и тебя все зовут по-разному не по-разному знаешь так скрежет зубов теплая одежда осталась хоть какая-то может даже обрезки шкур ты меня спрашиваешь обрезки шкур ткань да нет мешок разве что но правда не согреет ясно ладно ну что закидываю на себя немного облегченный мешок без шкуры давай сюда свой пергамент за одну монету протягиваю ему одну из двух оставшихся монет отлично весь пергамент отлично есть бумаги главное теперь местность запугадать куда идешь дальше жду нашего дворфа в как раз постоял дворе собственно опускается полной теме ты видишь что серый непрозрачный купол сидит возле рыголовки да он издевается наш подходя к нему рассматриваю этот купол значит стучу по нему несколько раз тут вдруг оттуда вылезает просто голова двора чё сколько раз говорил тебе не привлекать сраного внимания развеиваю свою магию и тупой за мной у у тебя есть ровно 10 секунд просто разворачиваюсь иду в сторону как раз стоял двора заделся рабом сам виноват назвался рабом понизай дышать на службе блять вы вместе эти в целый двор да хорошо а соса таки встречает парень а это опять вы комната готова она и так была готова что шкиваю ей кто еще выходит из города часто у вас есть может быть постоянные торговцы скитальца может даже целые караваны да была одна торги но еще уже дней 20 нету что в округе слышно да нет я же говорил бриджады что происходит а так ничего ушастых здесь не видели слыхал ходят здесь одна группа как их там ну высокие длина ухи с кожи темный упамятовал как называют не пойму о чем ты ну значит их не видела это отлично значит до сюда они не дошли я говорил стоит нам сюда идти дело выгорит во чем я тебе постучусь когда похлебка будет готова точнее против рыбы ненавижу рыбу ну ладно что шкиваю ей york не нажрись пожалуйста куда уж там денег нет собаки а ты чего ожидал ну я немножко уже отходя у расходил потомки очень и очень это ты просто состарился и стал не очень раньше было лучше в магазине неподалеку в той замерзшей экспедиции нет ни снегоступов не теплая одежда шкуру я им продал так что тебе придется либо мерзнуть либо убить кого-то у кого и шкура или же снегоступов надеюсь ты поступишь разумно в общем завтрашнего завтрашним днем не отправляюсь с караваном и есть еще какие-то пришедшие четыре человека один с рогами второй с красными глазами еще двое полностью окутанной шерстью они должны прийти сюда у них есть комнаты а еще снегоступы думаю ты справишься с одним из них ну давай сука по одному ну да чтобы войти в пачку надо убить кого-то из путешественников я хочу в партию что роллин в принципе медленно двигается комнате откуда вышел мужик ну тот и да чуть не забыл я йоргу отдаю тот сапог нет это просто сапог он был под кровать ты можешь его продать сварить сожрать я не знаю что ты с ним сделаешь и мне в общем то как бы выразиться помягче абсолютно насрать прошу тебя и сейчас эти сапоги повяжут просто и в этот момент тот мужик так это ты его ук always has been ну я короче йорг какие мне выживания просто где-то где-то не выжил из-за сапогов ты находишь марака он в таверне в рогаловке просто выпивает эй мужик я это самое я твой сапог нашел в номере был и мне убеждение так это ты его украл он встает откидывает табурет указывает тебя пальцем вор грязный дворпейский вор вот кто украл косу нашей рыгаловки ты видишь как на тебя смотрит вся таверна стоп это буквально название таверны нет а эй ну чё мужики я ему сапог принес он по пьяни потерял не жми его кто-то хватает за табуретки кто-то разбивает бутылки кто-то нанесет на тебя просто с кружкой блять я кривую леомудовую хижину нахуй как хорошо минуту кастовать чел ты садишься на корточке начинаешь рисовать просто я просто представляю как это кадр в слоу-мо чисто знаешь просто целая орава мужиковой ставерны бежит на него в слоу-мо а он тупо медленно садится ладно 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 сделаем получше эээ я их усыпляю нахуй 5 ору приятный afflict with хорошо явно никто не хочет спать видишь как мужик который к Improve ficiente просто падает тебе прямо в руки ờ мужики стоять не опасный и мне запугивание с помехой плюшевый двор один тут ребят наверно 12 мужики мочим его йорк есть ты хочешь прям fight или ты хочешь по-быстрому это сделать хорошо имени телосложения а нет не смотри спас бросок силы кимни отлично ты раскидывая ребят ты дальше за собой этого чувака в руки упал нет нахер он не сдался ты сапог ему оставил не забрал хорошо ты рассталкиваешь ребят пробираешься к выходу закрываешь собой двери держишь них что-то делаешь дальше окей появляется короче такой молот и он въезжает прям этот сейчас читаю до спектральное оружие челс нужно атаковать можно физически нет нет ты отходишь от двери видишь как просто мужики открывают ее и толпой бежат за тобой пускай пускай молот ставит под ножку хорошо один падает остальные бежат они на десяти футах от тебя я убегал от них хорошо как далеко и куда я не знаю какой он за греши ты не стал с преимуществом пытается меня убить я сделаю доброе дело окей ёртами жить сука по волчевый запомни и бежишь по снегу у тебя есть буквально несколько секунд ты запрыгиваешь с какой-то деревянный прилавок вещи просто люди проносятся возбить тебя что-то кричат через минут 20 все успокаивается они просто возвращаются назад я такой странный бы не реально народ с ума сошел никогда не подумал что папа папа правдуки будут такие чокнут или ну и чё там за прилавком ничего ну просто пусто да просто деля на прилавок там это там этот мужик короче с без ботинок ну привет хорошо йорк ты будешь дальше клонаду устраивать ты не пойдешь комнату которую тебе сняли ну окей пойду я просто хочу хоть как-то деньги заработать типа все меня пытается ебнуть возвращаясь просто ролин кушает похлёбку ну вообще ролин бы в закрытой комнате ел похлёбку потому что никто не должен знать что он дроу пробудем хорошо печь заплатил за комната йорка и так за свое и не понял я заплатил только за свою мне денег на комнату йорка не хватило я не настолько богатый йорк ты заходишь и там сейчас стоит другая девушка она выходит из прилавка видишь что у нее короткие волосы на ней накинута шкура которая греет ее она тащит какой-то ящик о дворф давно не видела вот течо комнату надо мне очень низкий голос похоже на мужской ну а почем ну это помоги мне короче вещи перетащить я тебе так это занято это занято то что уже тоже занято ну поспите к подсобке ok и плохо звучит спасибо но собственно ты помогающие переставить ящики там то дрова то кружки то звон бутылок просто ты как раз освобождать себе небольшое место футов 10 в длину в общем ночью здесь пока помню как один двор подарил мне замороженную рыбу прикольный парень был ладно это короче до утра ночью здесь а там разберемся что с тобой делать эти просто закрывает ну короче welcome to the horny jail короче Йорк хочет поменять спину и вся хуйня. Ну, вы совершаете отдых. Какие-то особые заявки будут? Ролин Йорк. У меня есть заявка. Есть заявка, я хочу много денег. У меня на руку нанесена татуировка, смысл которой мне до сих пор не ясен. И в целом, ее значение и магичность. Я бы хотел как раз... Первым делом я кастую на себя ритуалом обнаружения магии. А потом, если я понимаю, что это тату магическое, я бы хотел попытаться на нее настроиться. Собственно, ты понимаешь, что это заклинание школы обжурэйшн, ограждение, кажется, так переводится. И ты уже на нее настроен. Хорошо. Ну, в таком случае... Не умирай, пожалуйста. Ну, ее смысл, там по-прежнему руны, вот эти слова и прочее. Это... Хотя... Как она выглядит? Ну, ладно. Да нет, все. Окей. Значит, это секс. Хорошо. 10 минут перерыв, даже 8, ребят. Обсудите этот кринж. Я сейчас прийду. Чтобы понимали, Дэм Крепант вы придете через час. И... Ну, и тоже смс-ки пойдем. Да. Те же заявки, которые вы сделали, останутся, в общем. И вы, в принципе, стоите в одно время. По будильнику. Просто представляю. Просто... Такой... Среди ночи в подсобке так просто слышу голос старшей сестры. Нежно-нежно так... Дварь, вы всегда были мне по душе сладенькие. Просто... Бога. В этот момент... Мы с Колей, что-то на богатом. Просто. Да-да-да-да. Ты не видел? Я там писал, типа... Ваши персонажи всегда богатые, просто. Нет, чувак. Это... Это литерали первое... Чути не первая роллка, где я... У меня есть план. Он уже, типа, реализовывается в течение двух лет. И просто, типа, Богдан такой, ну ладно, здесь денег у ни у кого нет, поэтому... Сак. Я такой, А, ну ладно. Ничего себе, никого нет. Окей. В этот момент я со своей последней золотой монетой и драгоценным камнем. Скажем так, скажем так, денег у меня... Разница в наших днях исчисляется в десятках раз. Я бы так это описал. У тебя... У тебя... У тебя 10 золотых? Нет. Больше. 11. Бля. Коля, Коля. Это какая-то нищинская шутка. Что-то... Что-то на кэшерном. Да-да-да-да. Суки. Смотри. Все, я тебе скину. Вот это вот при нас едет. Нужно будет это продать еще. Все, я тебе лично скину. Если быть точным, первые две позиции это три, потому что сейчас там мы нашли еще отдельный конфликт, поэтому вот так вот. Ну, слушай, мы можем сделать из нашего дворфа танк. Буквально облепить его. Я просто, ну, смотри. Один щит в одну руку, другой щит во вторую и третий в зубы. И побежал. со всего типа радуй, бинш, андры. Да, я помню. Мы же договорились, что мы с собой это возьмем и отправимся туда. Это сам себе караван, блядь. Я всегда с собой беру видеокамеру, просто так. Бля, шо это было? Забей. Ладно, забей. Сеня, у тебя же есть этот, сейчас скажу. Видеокамера. Не-не-не, у тебя же есть тензиров парящий диск? Я могу сам парить, как парящий диск. Нет, нет, нужен тензиров парящий диск. Я не маг. Антон, антон, антон. А, подожди, ты псайкер, да? Да, я псайкер. Я перепутал с этим, с ловкачом мистическим, все, забей, все, без буллинга. Не, если бы я был с ловкачом, я бы его, конечно, взял, потому что мне не хочется грузить товар, по-моему, так. Покажи, покажи им, Богдан, покажи им этот мега сексуальный арт, там, где мы, как мы путешествовали. Там, на лошадке это я в колпачке. Короче, смотри, за мной движется мой тензеров диск, на нем сидит, короче, рога и мультикласс с волшебником, который косанул еще диск, его диск, на котором сидит персонаж Колли, короче, двигается за ним. И у нас такой чисто в караван на воздушной подушке. В этот момент как передвигались мы? ЗИЛ! ЗИЛ это гигантская змея, так же все хорошо. Богдан, то есть, я могу все свое восполнять, да? Типа, мы сделали длительный отдых. Да. Хорошо. И с этого момента, Богдан, я буду играть через поинты магические, понимаешь? Да. Просто предупреждаю. Все хорошо? Да, хорошо. Не через ячейки? Нет, можно через поинты. Окей. Как хорошо, что я маг просто на полставочки могу установить каждое заклинание один разик. Ну, по сути, по сути, у меня есть... лошадка лошадь недоступна, жрецам? Доступна? Нет. Нет. Нет? А, только паладином, господи. Ну, и... 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 Ле Мунда Вахижина только жрецам сумрака доступна. Ну, она мне доступна. Ну, я ее... я тебя и раскрыл. Это не отменяет того факта, что у меня просто нет теплой одежды, я пытаюсь хоть что-то придумать, блядь. Ну, слушай, за звонкую монету или твою миссистую дворфийскую жоху мы можем тебя оформить, так сказать. в этот момент Роллин, которому теплая одежда, блядь, везде, везде, сука, обкладывают кредитами. Ну, Роллин тебя долгами обкладывает, потому что пока что ты ему нужен, и он хочет, чтобы ты, как бы, был ему должен. Андрей, объясню просто. Это, потому что ты, Майс, задолжал на его ролке. здесь и продолжается. Брух. Это буллинг через ролки, это мультивселенная буллинга просто. Коля, Коля, просто мы такие приезжаем в этот город, встречаем этих твоих, таки здравствуйте, таки здравствуйте. Да-да-да-да. Просто, у меня там есть, у меня просто такой ровно такой нос, там вообще, кинем, блядь. И этот, и шапочка сверх шлема просто. А снизу эти как квадряжки? Продавать эти, блядь, ебучие рационы. Ты чё, мы голодать будем? У меня их не так сложно. Я могу их создавать. Да, кстати. Блядь, ты можешь продавать свою макию. Да. Ну, я и, да. А ты пытался продать, ты пытался продать ботинки, его владеет. Я не пытался продать, блядь, я дать ему хотел, сухо. Я надеялся, блядь, на нормальное отношение. Андрей, я не с тебя, я не с тебя смеюсь, я не с тебя смеюсь, я смеюсь с ситуацией. В этот момент, без буллинга, реально ситуация так сложилась. Просто сейчас все думают, что это дворфы, типа, воры. Ты пиздец, блядь. В этот момент только, и в законе. Поймаю гандошу, нахуй. Вор, который ворует в этот момент. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да-да-да, идеальное преступление. Знаешь, там чисто респект плюс. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ха-ха-ха-ха. Ну это усыпление. Пять до восьмых, девять. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это, это как, как у Коли, просто, нанесение разу. Сколько там было? Пять до десятых, чисто там, двенадцать, или сколько там было. —» —ashaike — После таких бросков хочется выйти в окно. — Хорошо, что я живу на втором этаже. — Б**ть, у вас комната на втором этаже! — Суки! Не дали мне купить самую охраняемую и самую броненную. — Вы, Дым и Крифант только выдуем, но с какой-то добычей вернулись из логова двургаров. поговорили с девушками они сказали что собирается караван что он готовы заплатить 50 золотых всего они каждому за сопровождение до блин шандера вообще блин шандере творится какая-то странная дичь караван будет выходить когда зайдет северное сияние хоть чтобы несколько часов быть какой-то видимость ибо и зажидя в своей комнате люди отдыхать перед этим повесив фонарь который светит тремя цветами и вернув коз наступает утро сперва просыпается йорк и родин после чего крифанты дым до начала старта каравана остается час ну ролин скорее всего как раз в ожидании своего названного друга в кавычках раба в кавычках прислуги простите сидит принципе за красот одним из длинных столов уже с пустой тарелкой из-под это рыбный суп рыбная каша настолько заваренная настолько на густой что и только так можно и назвать ролин уберев обе руки в свою голову просто смотрит в стол явно думаю о смерти блять коля что за хуйня я я про смерти подумай о смерти это послание называется да собственно йорк ты сидишь рядом ну если ты еще до того момента не вышел из подсобки тебя будет а девушкой такого ты еще здесь вставай вставай давай блять представляете этот этот страшный дворов еще такой найти у него волосы не уложенные прямо растрёпанные у тебя борода короче знаешь она там настолько типа ушла вверх что кажется что у тебя волосы давай давай там это завтрак не впустя же тебе нести да собственно ты садишься тебе также ставят рыбную кашу крифанды вы выходите ну скорее всего да хорошо что ж ролин как ты выглядишь ну ролин это полностью закутанный в теплые одежды в шкуры да и в принципе просто это можно описать как типичный северяне он практически ничем не отличается от местных жителей кроме как достаточно крупным вещмешком за спиной и колчаном из которого торчит несколько десятков стрел этот колчан он лучший из всех которые вы могли видеть когда-либо он крупный с несколькими отделениями как из некоторых как будто что-то собирается вот-вот вырваться сам же он просто сидит и буквально таранит вас взглядом его белые глаза пытаются уловить самые незаметные ваши движения он явно ждет вас или то что вы ему принесете ты же в маске да он полностью завернут в маску с ним с ним собственно сидит йорк как ты выглядишь как кусок говна а можно крупным планом его токен разве вы его не видите раньше на вшивдзет я хочу наслужиться как-то легкой меховой или что-то типа медвежьей шкуре который виднеется кольчуга сидит низкорослый двор спалыми глазами большой белой бородой практически судя по шапочке у него волос на голове особо нема и у него рядышком приставлены к столу странный посох цвета типа деревян очень очень сильно деревянный старый посох думаю никогда не видели и на поясе можно заметить еще черный опок собственно топ первым выходит дым крифант скорее все дым потому что он должен так иначе смотреть что происходит чтобы и фонд лишь нас не принесли вреда довольно здоровый собственно где-то роста метр восемьдесят пять массивный закутан собственно шерстяной плащ под которым четко проступают доспехи и вы замечаете что все элементы на нем доспехов весь металл кажется блеклым даже к слегка копченым потускневшим от времени или еще от чего-то голову человек открывает шлем с огромными витыми рогами который тоже исполнить этого темного блеклого металла на котором блестят какие-то серебряные луны переходящий какую-то вязь в принципе из доспеха не мы списываем и в возможно млечно-белые волосы шам но что самое странное лицо это уж лицо носителя полностью скрыто вместо него это огромный тумящийся огромный да клубящийся сгусток черного тумана или какой-то живой тьмы который переливается перемещается будет составить сотни каких-то маленьких элементов или червей или в принципе то есть заместо лица там огромное черное облако тумана с красными плавающими глазами и у него собственно щит который исполняет довольно странный никому из вас непонятный узор похоже на переплетение треугольников и драконов и собственно полуторный меч и просто огромная сумка с которой свешиваются еще пару щитров как это должен быть тащить все это с дорогу блять его ты на меня не смотри у меня сила минус один в смысле подожди 10 минут и тарелка ладно 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 я понял бы канул он просто чуть проходит вперед и пропускает дальше стоящего ну собственно я так понимаю по описанию сени ролин не особо как бы пялиться на нас из под маски ну он просто смотрит на вас как на первых кто вышел я такой фол голоса дыму ну это не твой родственничек кстати без дыма но тоже глазки-то закрывает свой собственно крифант это тифлинг арт вы видите он закутан тоже в теплые одежды но не такие более на мантии похожи он можно сказать на пол головы ниже без учета доспеха да там условно там на пол головы ниже полушечки ниже человека в доспехах он собственно тоже идет с посохом посох посох как посох никакой особой резьбы ничего просто немножко он такого темно-темно-темно-темно фиолетового цвета получается все пока что то есть а еще у него да кстати него три пары рогов на голове три пары да у него идет получается чуть ли не ну вот первая рога там сразу же нет три пары рогов на 6 рогов у него на голове на арте видно ребят типа там видно две пары и типа 3 еще сразу же за ними рогатый черт кто бы говорил ладно что ж помним мастер напомни завтрак он ведь включен или как стоит уже две тарелки уже немного остынет в принципе удобным каким-то и вообще от просто подходит туда садится и достается свою ложку можно больше . не услышал ли андрей сказал что-то можно отыграть да конечно не мешает замечать незнаком встает проходит мимо идет доверующих эй слушай у меня есть предложение ты покупаешь припасы тебе поворачивается собственно девушка припасы ну там еда вода ну у нас достаточно а из еды у нас есть рыба что ты предлагаешь мясо мясо и вообще такой сбалансированный набор я в каком-то смысле волшебник я могу создать еду попробуй заинтересуй меня если это какая-то из российских штук сразу предупреждаю я позову мистера дыма и он выкинет тебя отсюда мистер дым звучит мне нравится смотрите ее короче кастуется создание воды и создает просто таки контейнеры прям на этом появляются видишь как-то вода рассыпать потому что контейнер не создаются да тебе надо куда-то ее создавать там же написано им контейнер ну ладно ну и да намокла от воды до которые которые ты меня развил бра я хочу я шучу черт возьми зачем ты на пол то поставил начинает быстренько собирать помоги мне дурной двор на 50 человек отлично отлично где-то раньше был на рассол все по ящикам так 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 золотых у нас нет я могу дать тебе или на больной давит тварь не спасибо как же она удивится когда через 24 часа это еда испортит исчезнет нет написано типа она бленд спойлз и испортит как обычно еда после 24 часа может там брать коветки на вы подсос только безвкусные а и больно извините ну может еще раз комнату ты спал на скоте понравилось уйду а у вас нету за хотим теплой одежды сейчас прошу сестер она забегает в комнату и что-то там говори какое-то время что делать остальные ну как бы как шлякну садится на место как бы и так и варит собственных планшет он тоже садился пиво немного все еще помятым я говорю так в пол голоса чтобы ребятки не особо слышали распространялись эти все разговоры конечно вчерашние дуэльгары помяли меня немного вроде сейчас нормально они оставили лишь царапин и всего лишь новые трофейные гонения а если мы сидим вопрос как далеко мы сидим от мужика закутанного в одежде между вами костер шириной 5 футов длиной там наверно футов двадцать и два стола окей ну тогда дым собственно это громко если он понимает драконе то он спросит какова истина богини ну ты видишь что ролан до сих пор прям усердно пялиться в свою тарелку иногда посмотрит на вас если он и понял то он это игнорирует вряд ли он знает язык а если и знает то молчит и пускай самое время заработать деньги органист вы готовы да блин надеюсь мы не будем таскаться с этим так долго я выкиваю тебе на кучу всего что ты несешь ну или на диске парить я не знаю может я сам его сделал так или иначе поэтому придется нога отдыхать не пришел бы моя спина сломалась все таки ремонт сможет сделать однажды надеюсь глубокой старости или великой битвы ну в битве бы на это не рассчитывал лучше все таки старость да блин шоу давно мы там не были на песне больше уже все про нас забыли и опять придется рассказывать что они никакой и не демон и не посланника да да и ты тоже это просто маги они поймут хорошо что нас теперь нет конкурентов да без должен пойти лучше и тут вы видите двор создает нагребанный жатву вот только мы не торгуем жратвой вот этот вот этот вот глаза крифанда превращается в доллар по поводу снаряжения полагаю мы не пойдем на пирамиду ближайшее время благодарность конечно стоит того но не так скоро так понимаю да и лишние 50 золотых за сопровождение лишний если что-то намечается весом это наша миссия может чуть-чуть продвинется надеюсь спустя два года да что ж собственно мы кушаем и ну как бы наверное выходим то есть там так либо спасибо девчонки перед тематами раз выйдите ну встретиться краски напомнить одну штуку что у вас там есть письмо на английском языке которые вы не смогли прочитать о у нас есть два ну перед этим вам подходит закутанное в одеянии нечто простите я могу вас отвлечь мне сказали вы ходите то там то здесь и принесли сюда припасы нас вроде должно быть четверо впрочем неважно эти снежные земли убивают всех вы не видели поблизости ну знаете это достаточно рослым мужчина он показывает чуть ниже себя ну буквально на полголовы вот такого роста бандитов возможно спрашивали про ледяных великанов мы так переглядываемся с дымом месте полно бандит я могу вспомнить так как это было буквально там 8 9 10 часов назад богдан было ли какая-то возможно символика или какие-то намеки на ледяных великанов у дуэргаров ну а на ледяных великанов там типа есть какие-то наводки на ледяных великанов у дуэргаров не было но вы слышали что здесь есть точнее где-то возле дыры дугана был дом ледяного великана там правда он уже мертвые жили жил мамонт какие-то герои собственно привели детей и убили там всех еще вы помните что говорят там то ли дроу помогли героям то ли кто из дроу были рабы нет если ты уточнишь расу бандитов возможно что-то вспомним ну конечно всегда же дроу возможно видели они очень сильно выделяются на снегу ну ты скажешь как эти огоньки гола глаз постепенно сужаются буквально маленькие-маленькие огоньки свечей и в какой-то момент просто пропадают во тьме пока снова не появляться ты не выспался а ты случай мне друг одного известного отступника эти огоньки сейчас немножко ходить хороот после вот этими на чем-то какой отступник и как я могу быть их другом на что так смотрит на этот избранник знаешь он так вздыхает они перебили мою семью недалеко отсюда было поселение большую часть угнали в рабство а меня как самого слабого оставили вот и ищу куда не увели всех остальных хочу бросить на инсайт ну бросай конечно но все мы знаем что так и решается между игроками секунду я не могу узнать как бы правду на могу узнать что он что-то пытается меня сказать лишь он колон он умеет обманывать ну а не видите я воздержусь комментирование а и бля я видим и кинул возможно тебе нужен был дзирц он бы пришло то проблему как ты его здесь нет кажется если еще ждал поищу денег дуга на они были там кажется делали что-то подожди секунду так мы задаем встречные вопросы не встречал здесь волшебников или прочих колдунов а это но есть тут один за что так коситься в сторону дворфа я с ним выпивал да выпивал он странный если хотите больше знать придется доплатить или же у него спросите кстати мне тут говорили что вы куда-то ходили на кого-то охотиться на воров из дворф решили проблему жалко может я бы мог подсобить я неплохо сражаюсь ты видишь что он показывает на нож на поясе улов но там никого не убить явно какой-нибудь трех лукавин я не пытаюсь кого-то убить я глушу да это моя самая фигура идет куда-то в сторону собственно женщин-трактирщицы этого дворфа собственно как раз в этот момент выходит девушка миникая самая маленькая элли вытрягивая дворфа просто теплое одеяло это все что у нас есть вот ты где мы отправляемся куда мы не отправляемся я говорю это не тебе блядь а литр ты выходящего вещи когда вы следующий раз к нам заедете а скрипшу тебя какие-то чуть-чуть ярче так немножко ничего за другом как бы это сказать возможно месяц возможно пару недель с нашей скоростью можем заехать через неделю у меня у тебя есть кое-что маленький подарок я встречал походов людей они обычно собирают какие-то памятные вещи ну с тех слов варшак что-то начинает шебушить у себя под доспех мы слышно звук как что-то отстегивается это тебе его можно подогнать под руку он собственно протягивает по сути браслет который закрывает часть предплечья этот браслет изображается двух по сути друг с другом драконов глазницы которые исполнены маленьким-маленьким буквально пусинками оникса и выполнен браслет из потускнешнего серебра это тебе маленький подарок моей далекой страны видишь как она просто роняет одеяло мне и с далекой страны она приживается до груди и просто завраженно смотрит на тебя выживет прийти к нам на празднование луны когда это будет я не силен в местных обычаях и праздниках через месяц правда конечно же бреншандере куда веселее чем у нас здесь но мы можем сходить на озеро на луна там будет очень красиво смотреть арканист мы сможем вину сюда через месяц сейчас простите чуть не умер арканист просто это просто так трогательно а ты тоже это не перевариваешь нет нет и я просто сижу такой я настолько задумался о том что типа Коля типа это что около романса от Коли и я такой типа настолько задумался что не заметил как вдохнул немного слюны я заговорил блять Коля я еще не старый мне только двадцать два Коля пожалуйста ну собственно да ну и собственно так так кивает верфан такой элли так может ты это с нами поедешь я я вставить сестер самих они еще без меня не справятся а ну да это плохая идея ну через месяц посмотрим он так знаешь кидает серьезный взгляд ну такой малозаметный но да гирскрим скорее всего по уже нашим так сказать длительным путешествием уже понимает эти то есть это взгляд такой достаточно серьезный если судьба позволит нам то мы окажемся здесь ну или мы постараемся до тех пор так или иначе это будет тебе маленьким подарком напоминать тебе о том что путешественники могут быть полезны и добры вы никогда нас не подводили еще и и я надеюсь вы позаботитесь о лузе с сестрой ее непременно до скорой встречи вообще я хотел бы просто ее скажем чуть так легонечко хлопать по плечу и ну отправиться к авканисту обратно за стол а ты если взглядываешь на ее лицо понимаешь что она ожидала чего-то большего простите в этот момент просто длительным а кто сказал что я буду романсить здесь да 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 попалося попалося хлопцы выходим сейчас густок разумной тьмы так сказать эти плотские отношения не для меня ну да ну да разумная тьма ну собственно да ну длительный длительный просто сходится обратно к авканисту и пока тебе не было я бы хотел подождите там дворфы откинули по одеяло я ему все время ты стоял слушал рядом мне тоже да 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 Андрей дворф там флиртуют с тянкой убегай убегай Сейхс убивает а сам себя это мне не поможет звуки маленьких дворфийских ножек а да 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 конечно она просто подбирает и медленно возвращается в комнату все видят что ролан просто смотрит как дворку принесли одеяло и унесли одеяло он медленно просто нашлик на глаза два пальца кладет медно начинать их разминать ладно ну йог выходит короче нахуй стоверну куда выдвинетесь дальше блин шандер мы жемчужина севера хотя я бы сказал что это в итоге знаешь он усмехается я конечно пусть родом из-за его так типа но silver moon наверное могут даже составить им кое какую конкуренцию ладно не нравится разнообразие отправитесь с караваном у нас я бы сказал свой караван из два но не уступаем остальным ладно в таком случае удачи вам и берегите стеней особенно труских даже он так смотрит на тебя вот прям пристреливать два красных глаза она не страшит меня я рожден у ней она есть мое естество да и мой друг отлично видеть никакие работа вовцы из нижнего мира не смогут помешать им более не убедить мира так вот откуда они пришли ну что так разворачивается но я вас предупредил я бы советовал опасаться их женщин самые злостные на моей памяти даже хуже не он женщины всегда были опасны только жалко что мало кто это понимает потирает сзади спину и выходит ладно хватит тут половых оскорблений пойдем по поводу элли я скажу так это просто вежливость она слишком коротко живущая я скажу крифан до крифан так поворачивается на дыма так дым версия еще чуть-чуть и среди этого и под твоим шлемом начнется виден румянец поэтому успокойся я просто не хочу показаться непрофессионально конечно хорошо трое выходят простите мне интересно что делает тёрк который до сих пор стоит возле перелавка он он ушел он сказал что он выходит из лавки из этого из постоялого двора да простите ты думал тарон уходит да продолжаете ну и он тоже сейчас уходит ну и мы вы уходим тоже как что ты думаешь по поводу этих 50 золотых на одного или двоих смысле ну скорее всего на двоих как всегда никто здесь не хочет платить ни капельки больше нужно потом присмотреть за этим дворфом он не похож на особого чародея но все-таки мы пока не продвинулись и не нашли никого особо из братства нужно этот вопрос решить блин шандер или еще где-либо я бы что не могут нас опередить я хочу кинуть на внимательность и попробовать поискать следить ли кто-то за нами никто на вас не обращает внимание особого после таких странных собеседников я бы не очень сильно распространялся об этом я понимаю наши цели это наши цели мы о них знаем и это главное то что мы ищем естественно может быть там а может быть там и не быть чтож дай мне немного времени и вы тогда просили это точнее ты но скажем так ты что не обнимает тебя и под плащом просто передает тебе осколок шведами а а О, там просто Сеня в петлю сейчас полезет. Один для Арханиска, другой для верного солдата. Сейчас, секунду. Рест. Еще, кажется, чуть-чуть, и ты начнешь запоминать мое имя. Неплохо. Что ж. Это не ваш титул, Арханиска. Ну, я дал вам. Это 100 гривов. Он не настолько велик, чтобы обращаться к мне только на этот титул. Да и мы с тобой знакомы чуть дольше, чем просто, чтобы ты меня называл так. Ладно, Клифант, как знаешь. Так или иначе. Спасибо, Даггерскрим. Ну и, собственно, чапаем в ту сторону, получается, где должны произойти сборы. Мы как раз там проснулись за час. Не то, чтобы Даггерсил хотел бы тебя повезти в магазин со всякой всячиной. Есть письмо. Можно вас шифровать. А, точно, точно. Что-то память подводит меня в последнее время. Видимо, неплохо Дварфы заехали по голове. Дварфы эти... Дургары. Дургары, да. Дургары... 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 Да, я просто забываю Дургары слово, поэтому... Типа, я... Йорх, Роллин, вы разделились? И кто куда из вас идет? Я иду в этот магазин и танец. Даже снижение. Окей. Мне сказали, что общий сбор магазина, поэтому, скорее всего, я Йорга как раз нагоняю. Так что? Хочешь что-то ему сказать? Или вы спокойно идете? Ты... Почему... Одеяло оставил? Какой от него толк. Что? Я в него оденусь. Или как? Да? Тебя можно было бы обмотать и вести как кулек. Блок, ты сам ягва. Блин, Николь. Бардан, Бардан. Ты меня узнаешь по-любее. Я буду с пакета... Я буду в пакете АТБ. Ууу. А что ж... Буллинг, нахуй. Ты замерзнешь и задохнешь. Но поскольку у меня еще нету карты, ты мне нужен. Ну, извиняй, без одежды, как бы, сам понимаешь. Тебе с твоей модой не тебя показывают, сколько ты понимаешь. Нет, тоже. Придумывай что-нибудь. Это все. Надежда еще есть. Ну, ее, как вы же, заходи в магазин, то есть. Деньги-то у тебя есть, знаешь, ты просто сзади. Ну, что, но когда вы доходите к магазину, вы видите, как три собачьи упряжки стоят возле них. Ууу, транспорт. Возле одной из них стоит знакомый дым дыму дворов. Тожнейшего за голосом. Это Джартра, который, собственно, ты встретил в том магазине, когда он помогал торговцу. Он говорит с твоим араком, тем мужиком, который убегал от тебя в пьяном угаре, которому помог Йорк. Они о чем-то спорят. Вы слышите, что Мора говорит, да я отплачу, серьезно. Ты знаешь, я вернусь. Можешь не бояться. На что Джартра им отвечает, да я тебя знаю. Ты заверешь собаку, не вернешься. Дай мне гарантию, что ты придешь, и мои собаки будут целы. После чего, возле следующей собачьей упряжки стоит молодой человек. Он одет легче. У него небольшой рюкзак на спине. И в упряжке вы видите просто накрытые, чем-то похожим на ткань или тентом, вещи. Он спокойно стоит, поправляя свои товары. И только иногда оборачивается на вас и на спорящих рядом с ним дворфа и человека. И в самой последней упряжке стоит молодая девушка. С ребенком. Сейчас я вам покажу арты. Она полностью укутана в одежду. И только ее белая челка выглядывает из теплой меховой шапки. Замечая вас, она приветливо махает. Рядом с ней, если вы подходите ближе, вы замечаете девочку. Маленькую девочку. Она гладит песиков и, замечаю, вас резко подпрыгивает. С ее головы впадает капюшон. Вы замечаете, что у нее, как и у сестры, белоснежные волосы и глаза настолько голубые, как будто бы цвета льда. Старшая сестра быстро натягивает на нее капюшон и просто смотрит на вас. Вы подходите ближе? Ну, дым хотел пойти ближе, но его интересует дворфа. Поэтому он потихонял пойти к Джару, который спорит с темпинчугой. Хорошо? Да, пока что я с дымом иду. О, рыцарь! Ну что, снаряжение понадобилось? Да. Ты оказался прав. Я вернул весь товар, чтобы был уходя на вас. Ребят, мы будем такие на Саян, но ничего, что у нас таймлайн, типа мы первые там проходим. Ну, хорошо. Сейчас они подошли к дворфу, или ты тоже победить дворф хочешь? Чел, мы прошли к одному и тому же магазин, причем я вышел первым. Гораздо раньше остальных. Хорошо. Ты подходишь к магазину, видишь эту же картину. Куда ты идешь? Внутри магазина. Куда? Внутри магазина. Хорошо? Ты заходишь внутрь магазина. То же самое, что было и раньше. В смысле, крики вор и... Нет. Это он в таверне был. А сейчас в магазине. Ну? А, наверное, я не задумал, остальные это играют, но ладно. Так таймлайн же, ты же верю, брата. То есть сам хотел, да, блин? Ну, короче... Эй, мужик. Тебе еда не нужна? Что? А, кто здесь? Кто здесь? Тебе. Кто я? Ну, тварь, помнишь, у тебя еще ноги потолстые, все херня. Да. Черный молот? Да. Подсадок. Ну... Какая еда? Мне из постоянного двора приносят. И я достоверный. Так что мне ничего не надо. Там это... Караван стоит. Их спроси. Что ж, ясно. Ну, ёлка выходит нахуй. Хорошо. Ролин? Угу. Ну, я полагаю, я пришел как раз одним из первых к каравану. Угу. И я так понимаю, что вот как раз одна из сестер, более старшая, является заказчиком. Да? Направляюсь прямиком к ней. Да. Собственно, их собачьи упряжки почти полностью пустые. Только там, где должны быть лежать вещи, установлены в счет наподобие второго сиденья. Скорее всего для младшей сестры. Вы... Здравствуйте. Я вас раньше не видела здесь. А я путешественник. Хех, вынужденный. Мне тут нашептали, что вам, мол, охрана нужна. Те, кто с вами пойдут, и вы заплатить готовы? Только... Он так тебя оглядывает. Я не вижу у вас ничего, что может меня защитить. Вы маг? Я... Ну... Знаешь, он так потирает руки. Знаю пару фокусов, и он стягивает колчан, так оттуда достаёт так короткий лук, так... Ты слышишь ехидную насмешку со спины? Это кричит Марак. Эй, Лузи, не обращай на него внимания. Этот вдохняк ничего тебе не поможет. Если хочешь не спать, я могу защитить. А может и согреть ночью. Лузи просто нервно от него отворачивается и продолжает с тобой разговор. Позвольте... Знаешь, ты просто лук обратно, достаю нож, подбрасываю, и хотел прямо ему под сапог метнуть. Что? Ты метаешь ему прямо под сапог, он влезается в землю, и тот Марак такой... Эээ, ты видел, что он сделал? Вчера Дварф у меня сапог стащил, теперь в него метают! Чёрт возьми! Если хочешь, чтобы это не произошло, прикуси язык. Простите. Это... Наживное. Север, как-никак. Знаешь, так просто резким движением подхожу, так ножик так хоп, обтираю и обратно прячу. Наверное, как раз тут уже подспевают и дым с крифандом. Лузи, продолжаю с тобой разговор. Так что, берёте? Ммм, да. Только я думаю, одного будет мало. Сами знаете, Далина... Ну, Далина, друг есть? Такой низкий, Дварф. Ну, как друг, я бы назвал его временным попутчиком. Но это не важно. Ну, мы тогда подождём. Да. И сколько получается по деньгам? Мне говорили что-то в порядке 50 монет. Да. Мне пришлось продать дом. Мы родители умерли и нам сестра здесь делать больше нечего. Мы купили упряжки и... Осталось только всего ничего. Она показывает же меню, где лежа несколько золотых. Эх, ладно. И за меньшее работал. Видишь, как наёплый Риган Майлаше сестра едва не скидывает деньги в снег? А ты меня купишь сладкую штуку на палочке? Как там приносили когда-то? И начинать между собой ситринский разговор. И... Тут подходят, собственно, все трое. О, вы тоже идёте. Дварфа я просто киваю. Ну, Дим хотел бы тогда обратиться к Джарам. Есть просьба. Тогда я помог вам. И остался маленький долг. Он несущественен. Вредя языков и лингвистики, я крайне слаб и скудовым. Ты не мог бы мне прочитать вот это? И, собственно, протягивает ему башку. Буквально наклоняет, что-то садится на карты, чтобы быть ростом здорового. Вперёд её такой... В смысле, помог? Ты что, старику мешок с камнями драгоценными вернул? Мы же так договаривались. Я вернул всё, что нужно было. И даже коз в тот трактив. Если не ошибаюсь, кий мне обман. В смысле, мы вернули коз, блядь. Нет, да. А драгоценные камни. Заебали пиздец драгоценности. Не-не-не, ну если так, типа, да. Просто пойду и мужик, типа, мешок этих самых, да. Потому что я вернулся их, типа, блядь. Я не понял, ты обманываешь сейчас или вернёшь? Я думал, что я их вернул как игрок. А-а-а. Нет, вы туда не дошли. Да-да, тогда типа так, точно так. Что бушу в карманах и протягиваешь вообще. Вплоть до пасты. Если в нём, конечно, мягким. Считает раз, два, три. Двенадцать штук. Да, отлично. Собственно, письмо, говоришь, да? Письмо. Угу. Только, пожалуйста, с шёпотом. Это, может быть, крайне важно. Это было в ладах воров. Тогда отойдём. Этот Маракуши развесит. Ну, собственно, почему не можете вернуть вам долг? Ну, он заплатил за аренду Сани на два дня. Только вот два дня это только у Добриншандра. Я, конечно, разрешаю бесплатно ему вернуться, но заняваю, что он вернётся. Если вам не сложно, проследите за ним. А я, может быть, чем-то вам на обратном пути благодарю. Хорошо. Будем благодарны. Как раз вернёмся через месяц сюда. Собственно, он тебе зачитывает письмо. Я скинул в личку. Можешь поделиться с Крифандом, если ты это делаешь. Ну, собственно, да. И, собственно, ну, слушая всё это как бы так, Барш, собственно, Дагирским так кивает. Благодарю. Собственно, берёт это письмо. До остального нам ничего от вас не надо. Мы просто были рады помочь. И, собственно, Дагирским хотел бы отвезти так чуть в сторонку, подниму из домов Крифанда и зачитать ему вот. Перед тем, как вы уходите, он спрашивает вас след. А где эти двое животных? Козы, кажется, пока что находятся в Северном Сиянии. Мы не нашли хлеба, куда их можем отвезти. Подожди, подожди, подожди. Нет, не козы. Козы-то в рыгалке живут. Их поглотила магия. Магия поглотила? Он просто сплёвывает. Чёрт возьми. А кто же ворвал-то всё? Тёмные дуорфы. Дургара, кажется. Но обычные ни в чём не видоваты, это очищает их имя. О, вы их нашли прямо возле пирамиды Кельвина? Они прячутся где-то под ней. Один из фальтов был у них там. Я боюсь, что с дрогами в долине может случиться неприятности. Чёрт возьми. Я тогда срочно что-то отправлюсь, спасибо. Он бежит в магазин. Да, передаю вам слово. Ну, собственно, да. И как бы... Деревский пост отводит, и вот это всё сообщает. Я крайне боюсь за пирамиду. Позже нужно выдвинуться туда. Если написанная правда, это может быть связано с моей... Скажем так... Назову это моей маленькой личной целью. Ничего такого, что может навредить нам или нашим планам. Обещаю. Угу. Влагаю ещё внимательно выходим отсюда. Ну, да. Получается, да. Ну, тогда, собственно, мы просто возвращаемся и ищем, собственно... Ну, саму женщину, что собирается отправляться отсюда. Да. И как раз рядом с ним сейчас стоит Йорк и Ролин. А вот эти двое, кажется, тоже хотят покинуть это место. Йорк не стоит рядом, он идёт в агалку. Йорк! Куда ты намылился? Не знаю. Походу, я здесь остаюсь. Ты... Идиот. Ну, ты видишь, что Ролин, как говорится, в ожидании того, что ты развернёшься к нему. Йорк, идёт в агалку. Эй! Куда ты пошёл? У нас работа есть! Чёртов самодовольный дворф! Ну и катись! Да поглотит тебя эта снежная пустыня! Кажется, теперь ваш товарищ не с нами? Может, подыду ещё кого-то? Не думайте, что я сомневаюсь в ваших силах, но... Дорога дальняя. Припасов немного. Это ваш караван, ваше решение, но... Знаешь, так смотрим в сторону Йорка. И... Йорк. Ты в своей голове слышишь голос Ролина? Он первый раз... Использует на тебе свою... Телепатию. Я сейчас скину... Сейчас, секунду. Получается... Идиот. Иди... Сюда. У тебя же были цели. Или ты хочешь пробить всё оставшееся время здесь? Я могу отвечать? Да, ты можешь отвечать. Да, есть цели. Я... Нет... Нет... Их никогда не отменил. Но пьется... На север к пирамиде без теплой одежды я не настолько отбитый. Спасибо, ты мне очень помог, но походу наши пути расходятся. Кусок мяса. Найду я тебе теплую одежду. Только ты будешь мне должен. И поможешь мне с моим делом. Твои навыки, особенно... Тот купол пригодятся нам в дороге. Мастер, пока они это всё делают и перси переговариваются, мы могли бы полетить тем временем к этой женщине? Да. Вы видите, что... Ну... Роллин более-менее похож на местного жителя, укутанный во всю теплую одежду. Но когда вы подходите ближе к Лузе, вы замечаете, как Айсвик, который стоит в среднем караване, аккуратно и медленно протягивает руку под тент, в котором накрыты его вещи. И примечательно смотрит на вас, оценивающим взглядом. Что-то не так? У вас странно выглядите. Говорит он тихо, не два различимого голоса. Ну, я надеюсь на это. Не хотел бы, чтобы моя старая подруга пострадала. Держитесь в стороне от арканиста, и с вами ничего не случится. И дым просто верен дальше шагать к этой женщине. У вас прожать или взглядом. Приветствую, мадам. Кажется, вы глава каравана. Ну... Я не глава, я просто собрался доехать... Да. Я и мой товарищ Крифант с радостью поможем вам. Меня звать Дым. И я являюсь его наемным солдатом, скажем так. Он тоже делец, и с радостью провел бы с вами это путешествие. Единственное за Собу. Он заклинатель. И готов вам помочь, как и я. Случится отлично. Мистер, который пришел до вас, говорит, что его товарищ Дварф должен присоединиться к нам. Но, видимо, он не уходит. Нет. Возможно, он вернется. Пошел искать себе теплая одежда. Видимо, понял, что здешний климат. Все-таки пробирает до костей. Неожиданно, неправда ли. Он на крайнем севере. По ту сторону гор. Мм. Вы слышите, как ваш разговор перебивает маленькая девочка Меренка? А мне совсем не холодно. Я могу ходить тут даже без теплых... Лузи... Лузи... Лузи ее... Прикрывают рот и... Что-то ей шепчет на ухо, посе чего девочка немного... Обыскажет, гляд вниз и идет назад к собакам. Хе-хе-хе-хе. Смешно. Ну, я всегда, наверное, если бы не такер. Мм. Если ты не будешь чувствовать, как ты поймешь, что ты еще жив. А кто сказал, что я жив. Ты жив. Уж поверь мне. Не назад. У всего, у чего есть глаза, есть и жизнь. Мертвец опух нет. Мертвецы не видят? Ну, вообще-то есть. Помню, вскрывали мы как-то одного бандита. Это было потому, что он напал на вас. Нет, это было потому, что он напал на кого-то другого. Нам просто принесли его тело. Это было изучение анатомии, кажется. Странное дело для магии. Какой волшебник. Если я кидаюсь разными словами, это не значит, что я волшебник. Но да, ты прав. Он архонист. Это его обязанность знать много. Использовать много. Кто вас обучал? Где ваш мастер? Трико отсюда. Я учился в глубоковой воде. В этот тип. Никогда там не был. Но надеюсь, успею за свою короткую жизнь. Ну, если тебе повезет отсюда выбраться, тогда да. А какого-то роста еще раз, Сеня? Ну, это пиздец, какая высокая шпала. Метр девяносто. А. Ну, и выглядит он не настолько мускулистым, насколько выглядит массивно его одежда. Для человека вы крайне невысокий. Я щипловато. Болезнь такая. Значит, значит, вы либо больной человек, либо слишком здоровый эльф. Хех. Придумаешь еще. Эльфов видел только в книге. И твои потом пришлось сжечь. Ну, учитывая, какую необузданную ненависть те дровы имеют к остальным эльфам, ваши мотивы могут быть обоснованы в этом ключе. Я никогда ни никого не ненавидел. Я просто отношусь к всем с должным почтением. То есть, с никаким. И желанием убить. Хм. Отнюдь. Чем я могу убить? Этим ножом? Вон той лопатой? Возможно, заклинаниями сейчас спрятаны у вас. А, ты про это? Ты видишь, что он просто щелкает пальчиком и рядом с ним маленький огонечек возникает. И смотрит он пристально на тебя. Маленькое пламя. Ну, что все. Это все, чего я смог добиться за годы усердного обучения. Знаешь, Крифан тоже так берет, немножко колдует. И он создает с помощью малой иллюзии разные маски перед лицом этого, получается, Ролина. Маска человека, эльфа, темного эльфа. То есть, просто перебирает варианты. Хм. Интересно, интересно. Мне нравится это. Знаешь, он показывает на человека прям вот с длинным, крючковатым носом такими красивыми котряшками. Да, пониман. Странно. гном, у меня, наверное, есть больше. Да? Я так вставлю, типа, типа, три маски гнома, просто, знаешь, иллюзия. Мм. По росту? Ну, в теории, да. Возможно, ты прав. Или это два высоких полурослика? Возможно. Видимо, второй, что снизу посильнее раз держит первого. Может быть. Или Кобальда. Слушай. Это не Кобальда, отвратительное существо. А если мы посадим тебе на спину, сделаем небольшую кресло, мы смогли бы посадить какого-то лучника тебе на спину, не тяжелого? Опять-таки полуэльфы. Ну, дварфы нет, они тяжеловатые. Полуэльфы, господи, заговариваюсь. Эти полурослики и гномы. Или гном. Да. Предпочел бы гнома, а не легче. Они разумнее. То есть можно даже подбросить двумя руками. Или одной, если мне повезет. Ага. Да. Что ж. Когда мы отправляемся? А, или мы еще не договорились. Ну, если вы готовы, больше никого не ждете, мы можем отправиться сейчас. Йорк, ты слышишь в своей голове? Поторопись. Если тебе нужны деньги, я могу дать тебе камень. Драгоценный. Поменил его на шкуру. Подождите. Он должен прийти. Знаешь, он так просто немного опирается на повозку с собаками. И ожидает. А я, собственно, занимаюсь кастом лошадки. Он идет? Йорк, ты идешь? Я иду в Рыгаловку. Хорошо. Запомните мое слово. В Уотердипе на моей руке появляется заведение со званием Рыгаловка. Просто запомните. Окей. Ты заходишь в Рыгаловку двери. Она закрыта. И на удивление не открывается. Ни туда, ни обратно. Нет. Дуновением ветра она не открывается, как в прошлый раз. Открываю ее силой. Хорошо, Атлетику. Ты понимаешь, что она заперта? В смысле заперта? Сейчас день. Андрей, ее закрыть можно. Хайден витиму. Отлично, тьфу. В общем, Йорк идет в эту, блядь, другую, эту, более кошерную. Хорошо. Тебе сказали, что там не наливает так-то. В смысле? Там, блядь, наливали же. Они, они не наливали, они дали похлебку. И в благодарность за принесение ресурса, дали выпивку. Сами не наливают. Слушай внимательно. Ну, я не знаю, что делать. Видите, как просто грустный дворов садится на деревянный, не знаю, тент на рынке и сидит. Он делает. Он, короче, слишком простодушным для хоть какого-то арканиста. Обычно таких выбирают боги. Чем простодушный человек, тем легче обратить его в свою веру. Мне немного обидно за того же лица Силона. Он мне начинал нравиться. Да. Он был немного глуповат, но пытался мне помочь выбраться из ямы. Да. Собственно, такой, как бы, закончив кастовать конека. Это чисто белоснежный скакун. Здоровый. Прям размером, не знаю, чуть выше дайер скрима просто. А, да. Выше шпалы. 190-сантиметровый. Да, и, собственно, я, собственно, на конеке такой подхожу к дварфу. Ну, ты с нами едешь или как? За тебя твой обмотанный друг поручается. Не знаю, куда ехать-то. Ну, куда я собираюсь. В Бриншендер. Это город. Достаточно крупный. Ты, кажется, ищешь теплую одежду. Если она тебе так нужна. Ну, немножко, по крайней мере, доспехов твоего размера у нас есть. Думаю, можно снять немного с них кожи ремешками и хоть как-то тебя согреть. И что ты хочешь за это? Он так немного наклоняется вперед, чтобы ты поднял свою жопу и пошел к каравану. И, собственно, на этих словах он едет к оставленным нашим новым кошерным саням. Запрягать конека. А, точно, да, у нас же сани есть. Я забыл. Дегерский интерьер просто тоже, ну, да, улавливаем. Я вспомнил, побежал за мной. Отлично, такой топ-топ-топ-топ. Те самые NPC, которые лагают, там резко бегут, блядь, за гублядь. Хорошо. Окей. Богдан такой, ха-ха, лохи. Чисто забыли про сани. Нет, не забудь. Оставь где-то там, если постояла двора. Окей? Одинокие сани такие остаются там. Да-да, знаешь, они заносят снегом. Да-да-да, там просто меняются кадры день за днем. Причем, знаешь, там, типа, снизу подпись, типа, зима, весна, лето, осень, а типа, пейзаж не меняется вообще просто. Да-да-да, и там, готовь сани летом. И просто сани стоят, потому что зима. Вечная зима! Любишь кататься, люби саночки возить. Тут это одно и то же. Бл***ь. Окей. Вы запрягайте своего коня. Это занимает вас пару минут. Девушка смотрит на вас в ожидании. Возвращаемся. Мы готовы. Собственно, я кидаю взгляд на дворфа. Все смотрят на дворфа. Ну, и говорю, как бы, да, говорю, как бы, деггерскрим. Слушай, нам... Извините за шум. Нам надо снять немножко пряжек. Надеть этого дворфа. Я помогу. Уже на обмотке? Что? Да. Хоть как-то его согреть. Он менее... Сопротив... Он более поддается холодной погоде, чем его собратья, видимо. Я могу просто пойти и попросить что-нибудь из северного сияния. Кажется, ему уже пытались. Помнишь, ему утром выносили одеяло? Это, конечно, прекрасно, но кажется, он их не любит. Может, аллергия? Мне все равно. Аллергия или нет? Мы должны продолжить путь. Наши цели не ждут. Не издевайся надо мной. Ты мне предлагаешь согреться одеялом? Я могу, по-твоему, его одеть или как? Йорг, прошу тебя. Закутаться, сесть и не мешать. Дым пол сует... Всеверное сияние пока не что-то будут решать между собой. Мой рогатый друг. Чем тебе помочь? Знаешь, он так просто стягивает перчатку одну. И йод к Йоргу. Дает ему одну перчатку, потом стягивает вторую и дает еще одну. И дает ему пощечину. И просто в этот же момент руки так просто скрещивает и сжимает. Ставь ты себе. Тебе на ноги. Ты издеваешься. А... Внимательность можно накинуть? Посмотреть, какие там ручки? Если скрывается, то стелс. Пожалуйста, стелс. Если ты скрываешь это. Я не скрываю, я просто вот так, типа, заглядываю. Оп. Я имею в виду, если дро это скрывает, то стелс. Там женские ручки. Женские, блядь. А, понял, понял. Он как какаши просто такой, знаешь, этот... Там под маской вторая маска. Блядь. Страшно. Там какие-то перчатки из человеческой кожи. М-м-м. Фрух. М-м-м. Ты будешь их одевать? Я не финила, не шутку. Ещё она тебе скажет, что она хотела бы дать ему одежду, но из одежды не только женская, и она на него не нарезит. Ну, он бы отказался. Так, если карлики какие-то будут возникать, я использую свои расовые обилки, и вам они не понравятся. Поэтому, собственно, да, ну, типа, я делал то, что ты описал, собственно, и ворфшар просто выходит с одеялом. Хорошо. Выходит с одеялом, да. Ну, собственно, да, я с ним просто подходит, собственно, к Ролану. Где же это твоему другу? Пускай укутывается. Спасибо. Я думаю, он будет тебе должен. Просто поворачивайся на него. Йорк, ты изрядно потрепал мой нерв. Одевай сраное одеяло, сраные перчатки, и, пожалуйста, залезь вон туда. Знаешь, он так показывает в сторону этот как раз. Саночек с собачками. Там, собственно, ребят, я вам заполняю ваш вес, потому что вы не заполнили почему-то. А у меня все заполнили. Подожди, 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 подожди. Так, шеф, 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 ты что, везде вес проставил? Не ставь везде вес. Не ставь. А почему? Потому что у меня некоторые предметы в колчане, он больше двух фунтов не весит. Все, убери снегалочку. Ну тогда я их не буду видеть. Будешь. Я мотаю, я мотаю кудасаю. В общем, в собачьих упряжках нету места. Два заняты вещами ребят, а в одной сидит ребенок, остается только та упряжка, которая, собственно, та не ребят. Ну, у нас там, как бы, наложена, собственно, часть доспехов, но и сидит, как бы, дрирский. Здорово. Здорово. Ну, тогда я такой, ах, ладно, ладно, сейчас. Подожди, 10 минут. Я, собственно, ритуалом кастую тензеров диск. А какого он размера? Метр в диаметре. А, заебись, мы на нем отлично поедем. Я мог бы захлепить на нем часть нашего снаряжения. Освободив, ну, скажем так, телегу. Я бы был не против, если бы мне позволили ехать на телегу. Даже очень не против. А что ты заплатишь нам? Возможно, информация, которую я знаю, о тех же самых длинноухих, может вам помочь. Если это вам, конечно, интересно. Ну, в таком случае... У меня есть драгоценный камень. Может, он будет стоить того. Как знаешь, просто отдай, что-то цены. Но не слишком. Я не хочу убивать людей, как это пустыня. Ах. Ну, и декистский посты, типа, начинает, собственно, разгружать часть. Ну, если бы точно, вот это вот. Та, где-то, 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 где-то. Так, что мне из рук, а у меня есть, мне есть драгала. Собирайся прикрепить с тем временем на наш тендер-диск, чтобы разгрузить сами, что для себя все люди. Да. Сами посчитайте, в общем, сложности это не делают. Блять, Андрей, ты, конечно. Слори, я ору. Ой. Что там? Он дробится, потому что у него есть одеяло. Да, чел, ты можешь окутаться одеялом теплым и идти в нем. Кто с ним думает, что ты раньше этого не сделал? А, чел, это спасет от 50-ти градусного мороза? Ты прикалываешься? Че ты ржешь, блядь? Я тебе шесть, сука, возможностей дал. Дай мне хоть какую-то хотя бы теплую одежду. Я, блядь, не говорю, что это снега ступа и еще хоть хуйня. Ты меня ритуально игнорировал, блядь, и выебал. И ты хочешь, чтобы я еще вот такую хуйню... Че ты, блядь, ржешь, нахуй? Я сейчас реально дроблю. Потому что я дал тебе кучу инфы по моему бэкграунду. Ты ее проскипал, не заметил. А я знал, блядь, что надо, сука, просить денег. Я не понимаю, чувак. И у меня их нету. И ты мне не знаешь никакой возможности получить теплые вещи. Я тебе навекал, как получить теплые вещи, попав на корабль. Ты сказал, нет, репортируй меня. Тип-чел, твои проблемы, я тебе давал возможности. Теплых вещей тут нет. Тут беда с ресурсами. Тут нет никаких провизий, ничего. Ребята выживают, блядь. Теплых вещей нету в городе, где это самый ходовой товар должен быть. Почему это? С чего это вдруг? У них есть, у них есть вещи. У них есть теплые вещи. У них есть. Новых приключенцев здесь нет. Так ты сюда попал рандомно. Я хотел купить его. Я мог купить его только в обмен на еду. Никто у меня ее не понимает. Охуенно, блядь. Чел, у меня нет денег, понимаешь? Я не вор ебучий. А ты мой урдай лучше, что тебе локс, возможности. Да, заебись! Сейчас бы отдать снаряжение, которое нигде больше не достать. Заебись, блядь. На старте. Охуенно, план. Если на бэна вруч, тебе есть заговор. Так, делаем перерыв 4 минуты. Кто хочет позлиться, я ему выслушаю. Потом продолжим с Андреем или без. Мастер, куда записать общий вес на диске? Блядь. Ну, получается, хранилище какое-то. Диск 500 фунтов. Запишите где-то в инвентаре, просто убери галочку считать вес. А сколько диск может лететь? 10 минут, час. Час. Багран, Багран, я, окей, я сейчас призываю, блядь, змея нахуй, а накиду на него одеялко, ему тепло. И поеду внутри него, окей, да? Я так и сделаю. Ему ж тепло будет, блядь. Он не будет трогать землю холодным животом. Ну, но он же может его бонусным действием отзывать и перепризывать, и всё в порядке. Ай, блядь. Что посевётся с этим? Окей, в общем, 201 функция, если что. Давай я тогда в спальнике, блядь, жить буду, ходить в нём буду, блядь, дырки сделаю. Чё ты, блядь, держёшь, нахуй? Ты реально выгибал меня просто. Адри, 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 а это будет сработать. Чё, блядь, на самом старте, это пиздец какой-то. Просто на рулке Никитоса дрочит людей, нормально. А почему у него денег нет? Он что, у тебя, он, типа, всё продал и купил какую-то хрень, или что? Нет, это предусторие. Он их не записал. И всё время говорил, у меня нет денег, у меня нет денег, у меня нет денег, у меня нет денег. Окей, чел, у тебя нет денег. Я продал стартовое снаряжение, некоторые вещи, которые мне абсолютно не понадобятся. И купил нормальное снаряжение. Всё снаряжение, которое у меня есть, я купил. Я не понимаю, зачем Йоргу, сука, короткий лук и стрелы, если у него есть заговор, и у него плюс один ловкость. Зачем? Ничего, маленький вопрос. Потому что это АУЕ. Вова, на секунду вниз, пожалуйста. Короткий лук АУЕ? Нет. Пару вопрос. Заговор. Пойдём. На говорни АУЕ, блядь. Пойдём, пойдём, пойдём. Идём вниз. Что, я? Пойдём вниз, Вова. Идём, пошли. Андрей. Звон по мёртвым. Одна цель, совершая спас-бросок мудрости в 60 футах. Получая урон 2 до 8, 2 до 12. Отвечай, Курт. Отвечай! Это одна цель в 60 футах. Тебе этого достаточно. О, чё, чё? Отвечай, блядь. На страшность? Продай, ёбаный, короткий лук. Точнее, обменяй короткий лук и стрелы, но нужен тебе снаряжение. Лук тебе не нужен ни к чёрту. Причём, насколько я знаю, жрецы получают арбалет, а арбалет можно за 25 золотых продать. Так, сэ, по-фоейной темы. Даже, 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 если продать его за половину, это 12 с половиной золотых. Да, да. А тут внезапно у всех появляются деньги. Ну, 20, он не дал камни в 20 монет. Ты мог его продать, до того, как начал игру, до того, как тебя телепортировали. Раз. Во-вторых, у тебя есть посох, который считается твоей магнической фокусировкой. Тебе 20 члены символа тоже не надо, ты можешь продать. До телепортации. А сейчас ты можешь обменять свои вещи на примерно такую же стоимость. Нет, спасибо, я буду в одеялке, блять, ходить. Окей, пока вы там горите, блять, с одеялами спорить, я отойду, блять, так сказать. Богатые, ухожу. Богатые уходят. Я, мне же говорил, что в Icewind Dale это, сука, выживание. Здесь нет ресурсов, здесь закрытая территория, сюда нереально попасть и выбраться. Если ты невидевательно читал, чел, ну, шо сказать. Блять, Бо, ну ты меня триггернул, сука. То же самое, что с элементами предыстории твоей. Я тебе их дал, ты их не увидел, ну, я отошел. Кек. Подъебнуть я ее хотел, по приколу. Нифига у вас там наборы. А поделитесь снаряжением, мне как раз кирка нужно. Игнус. Хорошо, метагеймова. Коля. Насколько дорогая хуйня тебе нужна? А, да, блять, ну. Ну, мой чел сказал, на твое усмотрение, блять. Я могу тебе маслица от лампы дать. О'кей, типа, поспорим от плеча, блять. Ну, это эффективно, эффективно, ты бросаешь ее в ледяную тварь, она загорается. Я пока посчитаю, блять, полусоединенки с какими-то доспехи будем продавать. Кто здесь? Кто ты? Это Жендос, вау. Да. Это лошадь. Здорово, Жендос. Круто, это самое, у нас в угурте происходит. На Айсвиндейле. Да, по поводу того, что кампания есть, поспорова и девочек. Да. Мы начали, ну, мы, типа, такие сидим все, я написал, мы сидим все, тебя нет. Я такой, типа, окей, типа, Жендоса нет, пока неизвестно, когда он будет. Мы такие подумали, подумали, написали, Сеня, Сеня, ты можешь поиграть в Айсвиндейл? Он такой, да, могу, типа, мы собрались, потому что мы и так все были. Да, да, окей, пускай. Где-то, я не знаю, может, посмотрим, как мы будем играть, может, в 9 где-то начнем культиста. Ты уже все? Да, да, я думаю. Все, хорошо. А расписание Коли, наверное, в игре? А, Коли, там, я же слушал за всей этой фигурой. Я скажу так, Богдан, мы игроки оказались, блядь, очень-не очень, когда ты, блядь, как бы, игроки просят, блядь, два месяца. Протим игру, проводишь одну игру. Я устал от твоих игр. Это Андрей мне скажет после второй игрок, как я его душу из-за холода. А, ты продолжаешь душить из-за холода? А, красавчик. Ебаший там, Богдан. Запомни, в Асинделе перманент на минус 50. Не, 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 Жендос, Жендос, ты не понимаешь. В мире Богдана, блядь, можно одеялком накрыться, и тебе будет тепло. На улице, блядь. Постоянный, блядь. Заговор свет, заговор свет, заговор свет, заговор свет, заговор пламя, блядь. Чё, вечное пламя требует времени накладывания? Нет, там есть заговор просто там какое-то пламя, типа не вечное. Ньюс флейм, создание огня. А, ты, пояс, это создание костера, создает статичный костер на месте. Нет. Ну, на повозке. А, ты... Пацаны, пацаны, я могу... Пацаны, 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 пацаны. Да дайте Вове сказать, блядь. Пацаны, я делаю, я сейчас делаю короткий отдых, меняю заговоры на создание огня, и на тезерме диске создаю огонь. Там сидит Андрей и греется. Прям на констрере, блядь, и горит. Подожди, подожди, подожди. А, а диск вращается вокруг своей оси? Нет. Может. Блядь. Я просто представляю. You spin me right round. Нет, это... Это... Варф на вертине, только наоборот. Нет, нет, нет. Вы понимаете, вы понимаете, нет. В этот момент, пока там горит костер, Адвар Фандерея ритуалом, типа, создает еду и воду, короче. И это просто значит, мангальщик такой просто стоит. Это какой-то очень веселый диск от шарма. Коля, 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 мы эволюционируем до этого, до целого отеля, блядь, на воздушной подушке. Ты реально можешь поменять заговор на control flames? Да. Control flame не создает пламя. Он контролирует, он может... Он может перетащить его на tensor of disk. Блядь, вы можете на tensor of disk, сука, реально, сделать костер там, блядь. Да. Поставить леомондовую хижину и жить там. Нельзя. Вова, чекни личку. Это наш бизнес-план. Она статичная. Почему? Где? Я на нем ставлю заклинание. Леомондовая хижина, она статичная. Если ты передвидишь объект, на котором она была наложена, она просто останется на месте. Нет, чел, она двигается. А, леомондовая хижина, да. А если сделать под ней подкоп? А если сделать, типа, в леомондовой хижине, вот там вот сделать ямку вниз? Нет, нет. Если существо выходит из леомондовой хижины, они передвигаются как из них. Да. Леомондовая хижина, леомондовая хижина, это полусфера, поэтому под ней можно подкопаться, то есть и под нее это неполноценная сфера. Чтобы передвигать в леомондовую хижину, мы должны весь радиус, который она покрывает, сделать островок летающий, а он намного больше весит, чем 50, 500 фунтов. Да дело даже не в этом, нет, типа, в принципе нельзя двигать леомондовая хижина всегда остается на месте. Нет, есть летающие города, если я буду в хижину летающем городе, она останется висеть, она накладывается на пространство, не на конкретный объект. Ну подожди, подожди, нет, джендос, нет, джендос, как бы планета тоже вращается. Ну она вообще, чел, пошел нахуй. Ох да, ну типа, ох да, пусть пошел нахуй. Угомоните себя, угомоните себя. Прикиньте, короче, что в одеяле, блядь, ходить, я не знаю, блядь, я бы сказал, окей, заебись, спасибо, мастер. Нет, мне похуй, я понял, что можно, но блядь, я не в жизни подумал бы, что, сука, это реально. Да, что согреться теплым одеялом, это нереально. Да, в минус 50 на улице, чувак. Андрей, 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 я не спорю, я не спорю, что это звучит херово, но это лучше, чем ничего. А ты такой, а, спасибо за вашу доброту, просто выкидываешь его на пол и такой, я ухожу. Чел, у меня с собой два одеяла, как мне это помогает, блядь. Ты понимаешь, ободаться сверху, ты можешь сделать одежду здесь. Это, 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 это шерстяной бутерброд из два. Дайте я скажу, Андрей, по правилам, блядь, этого приключения, теплая одежда местных людей за 25 злотых монет полностью отменяет все проверки против холода, если она не мокрая. Ты чё, ебал, что ли, блядь? Типа, я потому что... Да, потому что, блядь, наши мозги, блядь. Потому что, типа, вот, там, буквально, я зову, как она точно называется, короче, там, типа, теплая, ставь это название, одежда. Она полностью отменяет все проверки и дискомфорт от местного холода, в случае только если она не будет, типа, мокрой. Ну, естественно, в воду не пойду, что еще куда-то. Полностью вообще отменяет... Проблема в том, что я не могу даже час, больше часа передвигаться, блядь, не замораживаясь. Купи себе за 25... Негде купить, и не в гамдианном городе. Тут нет ресурсов. Блядь, а грабьте место! Андрей, Андрей, мы сейчас едем в крупный торговый город, ну, по местным меркам. Скорее всего, там что-то будет. Куда едешь? Принч Андрей, из картинга, мы уже напиздили дуэльгаров местных. Да, я знаю, говорю, да, типа... А сейчас так, мы их отпиздили. Слушай, а, подожди, а дуэльгары не носили теплую одежду, типа? Сиди, только Андрей, там не было. А, ха-ха, пасаси! Давай так, ну, так нам теплодоладельная нужда была, мы ее не брали. Мы забрали, и ты, и все, и было сражение, и бабы, и все. Это просто лишний облом, обоем. Естественно, естественно, просто, точнее. Ну, Костя, скажи так, это была борьба с карими, убиваем до трусов и в мешки. И по анекродажу сразу, блядь. Ну, нормально, че, типа? Андрей, просто заворачивайся, там, ты за кого играешь, Андрей? Дворфом. Ну, я классно веду, мне похуй на ураль. Жрец. Билый, жрец. Жрец? А-а-а... Какой домен, подожди? Сумрак. Довольно забавно, что, типа, блядь, Сене, что-то не продал. Кстати, да, эрогия. Я ее снял, я ее сушил, она моя, я ее продажу! А деньги отдал нам, чтоб доехать до города. Нет, я отдал маслицу. Ты же тоже пятого уровня, да? Да, я только не отдал маслицу, их еще не было. Сейчас, одну секунду. Я сказал, держи маслицу! Я скажу Андрею, какое заклинание можно ему взять, чтобы он перестал ныть. Так у него есть Леомундовый хижин. Да, и че, блядь... Он перманентно может не ныть. Че, он на стоп. Я не могу, блядь, но я передвигаюсь час, типа, потом должен отдыхать. Да, мы уже, типа, стоять на месте. Я поэтому и взбрыкнул, что, блядь, нахуй, я не иду никуда, потому что это хрусей какая-то. Ты можешь себя себе защитить. Жендос, Жендос, тут такая ситуация в городе, типа, воровство происходит, все скидает над варфов. Я не в курсе. Я читал, я читал про этот город. Послушай, персонаж Андрея встретил пьяного чувака, которому перевинтовали ногу, и он забыл сапог. Представь Андрея, добрый, переносите чуваку сапог, а он уже на ней бедился. Я его поэтому еще вылечил, сука, до этого. Андрей пытается его убедить, там, типа, шесть выпадает. Чувак на все-то верно кричит, вор, двор, и вы, например, начинаете его, блядь, биздить. Проходит день. Смотри, Андрей, ты можешь же... Проходит день, Андрей такой, я возвращаюсь в таверну. Там тебя отпиздит только что, я возвращаюсь в таверну. Класс. Блядь, дверь закрыта. Мастерский произвол, блядь. Да, пошел я на... В смысле, чел, в смысле, Мастерский произвол, тебя, ну, вы добавили в черный список в данном заведении. Нет, там просто они всю ночь щекутили, нахуй им с утра открываться. Ну да, типа, логично. Андрей, на следующем длительном отдыхе возьми себе заклинание сопротивления урону. Чего, блядь? Защита от энергии. И возьми себе сопротивление к урону холодом. Тем самым ты получишь так же и не этот самый... Типа, короче, резист к эффекту холода. На час. Чё это за хэ-хэй? Ну да, типа, на ничья... Я не буду на 3 ячейки тратить, чувак. У меня их слишком... Бро, тогда не двигайся, чувак. У тебя есть 2 ячейки, это минимум 2 часа, чтобы ходить спокойно по холоду. Ну это хоть что-то, чё? Ну это... Это хоть что-то, чё? Да, а ещё можно было просто, сука, дать мне тёплую одежду, блядь. Из 6 точек, где мы как получили, блядь. Делал добрые дела, блядь. Приносил вещи. А мы попросить, блядь, на чале. Предлагал поработать. Нахуй я пошёл. Просто... Блядь, купить. Можешь, можешь... Нет денег, блядь. Что мне ещё делать? Можешь апнуть седьмой левел и кастовать на себя свободу перемещения. Смотри, смотри, Андрей, ты не вор. Убей и заберёшь человека вещи. Это не воростой, это грабёж. Какое это мародёрство? Ну, всегда, да. Вы не понимаете, это другое. Нет, просто, если думать логически, персонаж, я отправляюсь в самое холодное место, где всегда зима. Чел, дай мне тёплую одежду. Типа, до телепортации, блядь. Всё, проблем нету. Это нормально, можно лором объяснить тем фактом, что, допустим, блядь, тот, кто телепортировал, промахнулся нахуй. И вместо пирамиды Кельвина в ебенями я закинул. В пирамиде Кельвина тоже холодно. Ты везде будешь холодным. Ну, в луке-то нормально, блядь. Блядь, прямо, сука, в скалу. Да? Как будто из скалы, блядь. Получить нахуя дэмэджа и умереть. Замуровали чисто. Так, ну, типа, я сейчас полистал, но у тебя из вариантов только защита от энергии. Какие твои здесь заклинания, домена? Его реально, блядь, просто укутать в два одеяла, посадить на тензоровый диск и всё. Да, ну, типа, нам хватит просто укутать... Я говорю, типа, просто, блядь, носить тёплую одежду, там, держать ухе в платье, чтобы он тоже тебя грел немножко. И тёплые одежды. Ну, обычная одежда и укутаться в одеяло. У него скал сирку, у него два одеяла при себе. Пускай нам просто, блядь, на себя нахуй, два плаща. Давайте продолжим, господи. Они ж тёплые. Ладно, давай. Да, простите, если мы до девяти, да? Итак, возвращаемся. Мы создали свой караван, который будет держаться ещё минут, так предполагаю, 50, 60, правильно? Да, 50, потом конь надо будет перекастовать. Конь и диск тоже. К вам подходит Лузи и говорит, меня просили не напрягать сильно собак. Если они будут долго бежать, они могут устать, и нам придётся делать отдых. Поэтому просили каждый час давать им немного отдохнуть. Восхитительно. Как раз хотел предложить то же самое. Это не настоящий конь. Собственно, хлопаю немножко по бочку легонько скакуна. Это тут заклинание. То же самое. Мне нужно каждый час немного останавливаться и перепризывать его. Я рада, что у нас есть магия. Это нам очень поможет. Особенно, если начнётся буря. Да, действительно. Это точно. А ещё. Тут. Такое дело. Мы можем направиться прямиком в Бриншандр, но я не хорошо знаю, где он находится. Нужно кто-то, кто подсказать. Либо можем пойти вдоль озера и пройти через два города, и потом уже отправиться в сам Бриншандр. Но это займёт в два раза больше времени. Я знаю, где он. Деггерскрим хотел бы влезть. Я вам покажу. Мы, короче, с Деггерскримом такие разворачиваем нашу карту. Ну да, Деггерскрим просто, типа, тыкает картой. В этот момент Сеня и этот... Просто в петлю просто. Деггерскрим просто показывает карту развернувку. Удивлен. У вас есть карта. Это всё облегчает. Мы здесь два года. Наушащихся. Так, вот откуда. Вы же вилюбри. Позвольте взглянуть. Мы из первых. А? А что нам за это будет? Если я найду то, что я ищу... Уж поверь, найдёшь. Если ты... Наградить на вас сумею. Или находишь смертью. Это информация, друг мой. А информация стоит денег. Если бы я хотел вас убить, то... Не смог бы. Саша, как отсекается. У меня есть предложение. Мы купим эту информацию за еду. Нам не нужна еда. Мы добудем вас сами. А, ну мы тогда нахуй пошли. Сколько будет стоить эта информация, а? Я вижу, вы люди... Хм. Дело. И денег. Ну, вещей при тебе явно немного. Скорее, сколько ты можешь предложить за неё? Надеюсь, у вас есть разменные монеты. Один золотой даю. Это моё последнее предложение. Дешёвое предложение. Мы взяли её в разы больше. Он достает, как бы... Почитаю это, что он ходит обмотан. Ты же обмотанный сейчас уже в одеяло, да? Да, блядь. Чё ещё мне, блядь, носить, нахуй? Голый парк в ёбаном, блядь, одеяле. В кольчуге. На кольчугу голое тело, блядь. Я чё говорю, соски примёжли. Реально, блядь, под кольчугу засуги ваше одеяло и всё. Это тебе тёплая одежда. Просто, знаешь... Как выглядит больше? Подожди, подожди, подожди. Это буквально, знаешь... Просто мы не обращаем, мы никогда не спрашивали, как одеты местные. Банан говорил, тёплая одежда. А как выглядит тёплая одежда, это одеяло. Нет, реально, сделай просто разрез для рук, для головы и одеть под кольчугу. Всё. Ладно, продолжим. Девушка, кстати, всплывает такая. Карты, это хорошо, но... Знаете, в каком направлении двигаться? Так, вопрос. Я же умею пользоваться инструментами навигатора или нет? Я не помню, вроде бы нет. У меня они точно есть, мы их нашли у дворфов. Вот. Но... Значит, нет. В этот момент я со своим n-ным бонусом мастерства. Я готов дать вам за возможность воспользоваться вашей картой вот этот драгоценный камень. Точнее, половину от его стоимости. А ты в картах разбираешься? Ну... Знаешь, он так смотрит на карту. Будет сложно, но... Постараюсь. У меня был опыт выслеживания и навигации. Предлагаю пари. Не пари, скорее сделку. Если ты сможешь по этой карте провести нас очень быстрым путём в Бриншандер, тогда мы не возьмём с тебя денег. Но если мы заплутаем, с тебя всё-таки будет половина твоего камня. Хорошо. А если будет снежная буря? Снежная буря не распространяется на... Это, естественно... Её насылает ледяная тварь. Мы не можем это предвидеть. Ледяная тварь? Вы о чём? Знаешь, так уже подходя к карте... Если мы... Если мы... Блудимся по твоей вине, ты нам заплатишь. Если это будет не твоя вина, или на нас нападут монстры, то какие к тебе могут быть претензии? Немножко так щурится на тебя Крифан. Ты знаешь, по-прежнему у него нету перчаток. И он, подходя к карте, в принципе, знаешь, буквально подходит к ней. Достает нож. И приблизительно... Где мы сейчас находимся? Там обозначили... Не-не-не-не. Окей, собственно. Подожди, Крифант... Крифант протягивает ему карту. Держи. Она не развернутая. Ну, то есть она свернутая, да, вот. Ну, как говорится, что ж, я беру эту карту и... Ручки. Что ручки? Ручки черные. Работал с углем. Или, скорее всего, отморозил. Или же маска дрову подходит. Ну, если ты... Ну, ты явно что-то подозреваешь? Ты щуришься? Ты даешь понять, что что-то заметил? Я просто смотрю на твои руки, когда даю тебе. Ну, мне же надо видеть, куда я даю. И все. Вова, куда ты даешь? А главное, кому? Ягодицами хватаю! Ягодицами! Ру-рух. 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 Так, я не атакую. Это все, что тебе нужно знать. Ролин. Ролин. Бля, чуваки, я сделал. Он щурится. Чертов снег опять в глаза попал. Ролин. Ты замечаешь несколько точек, которые тебе знакомы. Но, как точно ты их поставишь? У тебя есть набор навигатора с тобой? Нет. У меня с тобой нет. Тогда кинь выживание. Не-не-не, я ему даю. Ну, хорошо. Да, у меня же есть. Ну, кину выживание. Временное пользование. Ёрк хочет из-под одеяло присмотреться к дымку. И попытаться понять вообще, что это такое. Фонариком в лицо посвети. Если любой из вас кто-то посмотрит, ну, вон, шлем, увидите постер. Литер ли клубящуюся тьму, которую, ну, ты не видишь там вообще лица. Просто два пылающих органика, которые похожи на светлячков или чего-то такого, которые прям перемещаются довольно странно и хаотично. Это точно необычный человек. Все, что ты можешь узнать. А человек ли он вообще? Вот да, это глупость. Говорит дроу, как бы, бро. Скажем так, по габаритам он похож на человека, но крайне крупного. Из этого человека кормили очень много и очень много тренировали как бойцовское животное. Ёрк, в какой-то момент, секунду, в какой-то момент, собственно, так, ну, пока мы переговаривались мысленно, Крифант смотрит на тебя, Ролен. Он так немножко поднимает бровь, кивает в сторону Деггерскрима. Демонстри, с кем я путешествую. Думаешь, мне так... Или на меня же. Думаешь, мне так важна твоя внешность и кто ты? Мне плевать. Если ты полезен и не представляешь опасности, как в данный момент времени, все в порядке. Я могу быть полезен. Должен будешь. В этот момент, как бы, рассматриваю карту. Во-первых, так, мелко вам напомню, что вы друг другу имени сказали. Просто напомню. Кстати, говорю, как вас там зовут? Подождите, дайте я скажу ровный важный инф. Ты понимаешь, что где-то здесь, да? Подожди, подожди. Не, не смотрю на карту. Так, где, где здесь? Где-то здесь. Где-то в горах. Есть твои товарищи, которые, собственно, помогли тебе. Это первое. Где-то вот здесь, да? Да. Я же показал, там надпись есть, чел. А, сказать, а ушел так ты решил? Да. А, вот сюда. Вот сюда, вот сюда, правый нижний угол. У меня нихуя тут нет. Ладно, сейчас перезапущусь. Ранно. Так, ладно. Правый нижний угол. Так у меня перезапускаются. Подождите. Это первое. Выйти. Выйти. Чаптер 2. Чаптер 2. Ну, может, я не пойму, пока чаптер 2 не закончил, пацаны. Нам туда рано. Я хочу к Голиафам. У них там хорошо. У них там теплая одежда есть. Забраться в теплое тело Голиафа очень тепло. А еще, примерно отчитывая ваше передвижение и перебирание через озеро, ты находишь, так сказать, святилище, которое вы разводили. Вот это? Да, черный квадратик. Вот это, вот это, вот это. Огонек, это мы. Это наше тепло. Не, я вот показываю. Вот это. Мы тут развалили Дварф. Мы развалили Дварф вот тут. Да, Дварф были вот тут возникали. Дуэргары, Дуэргары. Какая скорость передвижения? Дуэргары были. Одна четвертая в час. На лошади? Лошадь, берешь скорость лошади, делишь на 4. Вот твоя скорость. Да. Движение на санях 1 миль в час. Ну ладно. Одна миль в час. Вот тут, ты на карте? Так. А сколько тут миль примерно? Вот сейчас ты на карте? Правда, жди угол, Андрей. Сейчас я на карте, да. Вот, смотри. Вот. Подожди, вот. Видишь это? Это точка черная. Да, ну это мы. Нет. Вот, черная. Кайр Конин. Коник. Вот тут. А, все. Это алтарь. Да тут перемещение занимает месяц, наверное. Нам 20 часов ехать до Бриншендера. Умножить на 2, потому что собакам нужно каждый час делать короткий отдых. Нет, нет. Я имею ввиду, что это самое. Если бы мы хотели до Скайтового шелтера. Ну вы оттуда почти дошли за до хрена времени, чел. Так, Ролан, ты здесь? Ну, 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 да, я тут, тут. Вот эту, видишь, черную точку? Так. Это алтарь, где ты получил свою татуху. Ебать. Нихуём мы так бахнули расстояние. Ну, это, это, это примерно... 44, да, типа. Ну, если нормально, я тебе. Мы шли через озеро, так что... Нахуй нам-то за мной. Они вот так вот... Вам потом надо будет, там 32 мили получается. Я предлагаю вот так вот. На 18 мили. И учитывая, что у одного из них не было снегоступов, это... 1,4 мили в час. 32 умножить на 4. 68 часов. Умножить. А, ты... Нам ини, всё, Павел. Мы очень долго шли. Мы, кстати, можем зайти к дворфам, слушай. Да. Можем заехать в долину. Отдать им наши подарки или продать им. В долину. В долину... Знаешь, он так смотрит на вас? Как она называлась? Двора, ребят, у него. Мы были там. Приятное место. У нас там много знакомцев. А ещё это будет приятный ориентир. Мы можем отыграть вообще эти... Мы сейчас договорим. Мы говорим от лица персонажей. Нет, просто... Я хотел как бы тоже поговорить. Типа всякую. Ну, говори. А кто тебе мешает говорить? Мы слить, я отлил как бы никак. Всё, тихо. Остыньки. Мы обсуждали, потом я начал говорить как рефант. И я обратился напрямую к Даггерскриму от первого лица. Андрей хотел просто за имена напомнить. А. Это, кстати, это важно всем, блядь. И очень странно, что мы это не отыграли, блядь. Ну, давай так. Ну, вы особо там, друзья, не набивайтесь, как и мы к вам. Ну да. Так, возвращаемся к отыгрышу. Выдохнули. Ребята смотрят на карту и считают, сколько им идти. Как Йорг заметил, да. Мы не представились друг к другу. Это обидное упущение. Ну, ты уже представил Йорга. Да, я его... Ты можешь называть меня Роллен. Но по-прежнему... Знаете, вот... Крифант, ты слышишь, что у тебя в голове? Не советую меня так называть при всех. Он как бы не сдерживается, а просто действительно смеется. А как тогда он прям голос это говорит? Выбери. Неужели это так не принципиально? Ну, мне не принципиально. Просто если вас попытаются... Буду называть себя Нолан. Слушай, Ролан, а как ты это делаешь? Что конкретно? Это? Знаешь, он говорит это уже в тебе в голове. Ну, я слышал трое какие-то... Бубнешься в башке. А, ну, примерно так. Я использую сообщение, и он слышит нашептывание моего голоса вот из своего ушка. Скорее всего, немного отличается. Я так всегда знал, что ты сумасшедший, но чтобы настолько не слышать чужие голоса. Знаешь, поворачиваясь к карте, Роллен смеется. Дима хотел обратиться к нашим внимательницам. Вы целенаправлено себя испытываете в Бриншандер? Или мы можем заехать в Дворскую долину? Да. Я спросил вас, как может отобраться. Я только знаю, что Бриншандер находится где-то... Южнее? Есть в один путь. Точнее, два. Напролом через ледяные пустыни и степи. Либо заехав в Дворскую долину, передохнув там и отправившись в Бриншандер. Подождите. Послушайте, Крифан, Дэм, а вы, слушаем, не те самые товарищи, которые пришли с пирамиды Керрида, нет? Мы были там. Однажды. Вы видите, как просто взгляд Йорга сильно меняется у него, прям, зрачки чуть увеличились, прям, явно очень жаждет чего-то. Так, так, и что вы там видели? Ну, пещеры огромные, дети и прочее. Пирамиды. А Дворфов вы там не встречали? Ну, Дворфы есть в... Они живут. Дворфов, они живут. А у них что-то не так, я не знаю, они на связь не выходят. Заедем? Узнаем. Когда мы были там несколько месяцев назад, у них все было бы относительно хорошо. Ну, для этой земли. А это Дворфы какие? Мы не спрашиваем. Ну. У вас Дворфы? Ну, такой же, как я. Ну. Низкие бородатые, правда, пахнут чуть поприятнее. Вы знаете, что Дворфы Долины, собственно, занимаются добычей железа, и они в основном искладят на Баттлхаммер. И их соратники. Ну, план был у Молота, как и Король Боринор, все они. А вы там не видели никакой, может, какие-то экспедиции крупные, там, Дворфов-20? Я думаю, ну, такой ответ бы вы заметили. Вряд ли бы мы нашли своих экспедиторов. Они все похожи. Думаю, ты сам сможешь спросить, если мы все-таки согласимся на этот маршрут. Я настаиваю. Мы можем повидаться с некоторыми нашими друзьями и отдать необходимые им припасы. Да, ну, собственно, неплохо. Это, в принципе, насколько все хорошо. Как там процветает торговля? Если ты не набиваешь цену, то и тебе не набьют лица. Отлично. Мне нравится такой расклад. Дворфы добывают полезные ископаемые. А, это неплохой подпорье для торговли. Хоть какой-то денежный оборот и прибыль. Я не против прокатиться через долину. Правда, вот с чеканкой монеты могут быть проблемы. А что там? Им не нравится? Нет, им надо было сделать хорошие станки для этого. А мы отправляемся? Ну, да, да. Да, в принципе, направить вас я смогу. Карта хорошая. Богдан, еще раз, можно подытожить? Значит, отправляемся. Вот наша, так сказать, укромная 4 человека не пати. Девушка раз, маленькая девочка два. Кто еще? Еще два собачьих упряжки. Морак, ну, собственно, пьяниц, который бился с Йоргом и который убегал от дыма. И сосед, собственно, девушки Лузи, Айсвек, который везет дерево на строительство стен. К слову, мистер Роллин, я забыл еще одной важной вещи. Да. Вы примерно знаете, откуда вы вылезли? Откуда? Я показал. Понял. Нашел? Так, вот, все. Каклин, чаз? Пожи еще раз. Хехлинг чаз. Хехлин чаз. Ну, хохланд. Хохлы. Хохландии, блядь. Самый я исправил букву. Мы не благодарим. Кохландии, блядь. Тогда подожди, я тоже исправлю немножко. Подожди, а... Богдан, а где приблизительно были слухи и прочее не особо хорошее герпо? Ну, все, что мне успел... Мы успели поведать, успели... Гры Дугана. Так. Ну, и в других местах, где можно вылезти. Угу. Хорошо. Ты просто допиши мне, пожалуйста, к ивенту, и я тебе дам все точки. Все точки, понял. Спасибо. Блядь, ребят, что вы уродуете название. Хохланд к чару. Надо написать на карте. Что ж... Можно выдвигаться. Один вопрос. Ролин, ты ставишь заметки на их карте или нет? Нет, это мои заметки. Это наша карта, это было бы невежливо, блин. Ну, да. Ролин. Так. Я думаю... Подождите, мы же диском еще не нагружали, да? Ну, немного там. Не, я нагрузил на 201. А этот... А, повозку? Там все в повозку и так помещается. А, нет. Там в сане. Ну, сани, да. Смотри, да. Смотри, я собачью пряжку. Смотри, 201 либо в сане вместе со мной, либо 201 и на диск. Дагирскрим. Смотри. Прости, но какое-то время будешь на диске. Ты будешь держаться немножко поотдаль, ближе к повозке с девушками. Если что-то произойдет, ты сможешь их вовремя защитить. А ты защитил вас? В упряжку, как ведущий, сядет, собственно, Ролин. Ну, а я буду впереди планеты всей на коне. А замыкающими будут, собственно, ребятки. Пускай. Я надеюсь, вы позаботитесь о себе. Пока я буду отсутствовать. Да, если что, я очень быстро окажусь рядом с тобой. Не волнуйтесь. Если у человека нет оружия, у него есть смекалочка и прочее. И до хрена магии. Ну, не сказал бы. Не любой маг может выжить без оружия. Ну, до каких-то с кем после строительства странным бубнижом, кто вряд ли кто-то вас вообще поймет, сойдет за диску. Хорошо. Давайте мы на этом установимся. Потому что у нас долгое путешествие. Много бросков мастера. Много бросков мастера. Вот. Да, я успею сейчас немножко еще раз освежить память. То, что у нас сегодня запланировано. Я должен вспомнить, что у меня за персонаж. Собственно, вы начинаете отправляться. Ребята ставят факела в держатель, но не запрягают. Так как сейчас более-менее светло. Ну, тень, так скажем. Димлайт. Расположите себя, пожалуйста. Вот ваши упряжки. Вы должны уметь ими управлять. Умейте? Ну, я на конаке сижу. Ну. Там не надо управлять упряжками, потому что я просто еду на конаке. Я имею в виду, расположите, как вы едете. Ну, смотри. Сейчас. Тут вряд ли, получается, собаки. Да, тут чисто я на коне спереди. Сразу же идет... Сразу же, типа, в этой упряжке едет Ролин. И наши вещи. Это наша с Даггерскримом упряжка. И вот где-то здесь, буквально же, сразу же на диске Даггерскрим. А кто девчат защищает? Кто там девочек будет? Не-не-не. Вот именно, что он рядом. Максимально рядом. То есть, но он на диске все еще. Девочки будут ехать посередине. По-любому. Изобразите диск. Хорошо. Ну, типа, я просто кину на себя метку, что, типа, у меня угляши, типа, с крылом. Да, да. Там, типа, метр в диаметре. Это как раз условный квадратик. Просто, не забывайте, что там ваши вещи. Ну, они полезны к диске. Вещи на проголоске. То есть, ну, вот тут летит дым. Я сейчас даже пингану, мы сейчас узнаем, сколько. Там, кажется, 20 футов в секунду. 20 футов должен быть от тебя. Да. То есть, он где-то вот как раз вот здесь. Окей, вот тут. Я предназначил быть где-то вот здесь, если, типа, они здесь будут. Да, да. Собственно, девочки вот здесь. И ребята... А Марак, это... Так, стоп. Марак, это алкоголик. Это алкоголик, всё, да. Айсвик, это ведёт древесину. Айсвика я записал. Марак, всё. Я имя, имя. Подожди, я не так же записал. Ну, ты посадь с Айсвик. А, не, я правильно, да. Я правильно записал. Всё, Марак, это пьяница. Этот, это всё. Спасибо. Марак? Айсвик. Ебать, Чингисхан. Они подписаны, Богдан, извини. Я просто своими записями себя чуть запутал. Всё в порядке. Йорк, где? Интересный вопрос. Там есть у ребят место? Нет. Угу. Надиски с дымом. Нет, нет. Йорк, Йорк просто... Нет, Йорк, Йорк лежит на наших вещах сверху. Ну, да, твой кой может потянуть их, в принципе. Человек-одеялко. Но если что-то пропадёт... Я просто думал, ребят будет ползти на свои змеи. Да хуйня, блядь. Ща одеялко положу на неё, на перестать мёрзнуть. Буду только на ней кататься. Снизу и сверху можешь положить, да. Надо создать огромное одеяло из трупов врагов, блядь. Огромный носок для змеи. Буду ездить на змеи, а заебись, блядь. Ору. Окей. Я вас расположил. Это ваш караван. И что-то эту девку сюда перетащить не забыть. Куда? На центральный, развед. Они, типа, рядом с тобой держатся. А, окей, это после два огня, типа, везли. А кто из них, этот чел, которым я пиздился? Последний. Алкоголик держится рядом. Барак. Окей. Мы закончили. Вопросы, предложения, агры. Да и вообще еще нет, типа, в целом. Нахуй, хуйню с теплыми вещами, это полный пиздец. Нет, ну признай, ты мог подумать об этом. Я думал, так как персонаж, блядь. Сколько интеллекции. Такие жалобы-то, блядь, блядь. Логически, логически. Ну, блядь, а потом выяснять, что одеялко достаточно, чтобы больше не мерзнуть в 50 градусную температуру. Это не, одеялко, это теплое одеяло. Я еще тебе просто одеялко, тебе холодно. Тебе давали, девочки, теплое одеяло. Чел, ты когда-нибудь на природе вообще спал? Чел, ты когда-нибудь видел теплое одеяло из ДНД? Я не видел, я не могу об этом спорить, братан. Ты видел вот это из верблюжьей шерсти, которая просто колит? У меня есть такое. У меня вот... Она охуенная. Просто можно было не душиться одеялом, а просто сказать, что теплая одежда, блядь. Все. Ну, нет у девочек одежды, у них только женская одежда. Андрей, 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 ты же сам хотел этот хардкор. Это не тот хардкор, это душнилова. Ой, ой, вы не понимаете. По правилам ДНД это одно и то же. Это тот хардкор, да, типа так что не нужно. ДНД ты не можешь одеть размером женскую одежду на огромного дворфа. О, огромного. Просто у тебя плечи шире, чем у девочек. У тебя торт шире, чем у девочек. Не, подожди, подожди. А как же широкая старшая сестра? Она не широкая, она просто... Она не застимует твою одежду. А если я описываю себя как подтянутого пожилого дряхлого дворфа, блядь. Подтянутого пожилого дряхлого. Вот это просто, Андрей. Андрей, это ты как мой знакомый. Какое у тебя мировозрение? Хаотично законное. Злобно добрый. Не, не, это Ванидлы. Когда на ролке у меня было, я хочу законное мировоззрение было. Ебать. Андрюха, ты просто, типа, посмотри свой инвентарь и подумай, серьезно. Ты мог сделать разрез в одеяле, одеть его под кольчужную броню, и я в тебе даже не ебал. Все, мы бы на этом закончили. Я никогда не думал, что это способно заменить теплую одежду. Вот, хоть убей. Ну, подожди, ты попроще со словами, а то реально ведь убьет. В этот момент просто я наполнил свой инвентарь веселыми полезными штуками, которые такие, капкан, леска с ебаным колокольчиком и маленькие шипы, которые режут тебе скорость передвижения в два раза. Охуенно. Кстати, на один из таких ты наступил. Это твой был? Нет. Нет, типа, уходов в таверну немой был, но я такой, ммм, кто-то здесь делает такое же говно. Богдан, Богдан, тут момент. Я получил третью ячейку на тринадцатом уровне. Да? Да. Я не кастер нормальный. Я могу бить. Я могу бить 40 урона с руки. Заговорами. Но я не могу кастать фаерболы, потому что фаерболы не наносят урон с руки. Только если не фаерболы, то я не звать. Что это за воин такой, или чем у тебя класс? Это, пока бой в воин. Коля, Коль, Коль. Знаешь, какая у меня есть ячейка? Третья, нахуй. Я могу себе вы не магика стануть? Знаешь, сколько урона кастер-гронов? 40 с руки? Вопросы какие-то, мужик. Коль, 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 Коль. Ты можешь на спеллпойнты, короче, перевести. И использовать сколько надо. Так подойдет? Нет, у него нет в доступе. Да, это, типа, сам действий. Я говорю, ты можешь просто спеллпойнтами заплатить, и все. Так, стоп, 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 стоп. Что это за вообще элдрич найт, который кидает фаерболы? Да, пацаны, 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 а? Ова, пацаны, я вывез. Это казалось, такое, его штуки. Коля, 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 бесконечная мощь. Нано-машин, сан, просто.